7 камней бессмертной сущности. Но после некоторых покупок, особенно нынешней массовой покупки, его расходы были слишком высоки, и его средства заканчивались. Сейчас у Фан Юяня осталось 4 камня бессмертной сущности. Но было слишком много областей, в которые он должен был инвестировать. Беспомощный он должен был прекратить инвестировать в волчьи группы. Но первоначальный план Фан Юяня состоял в том, чтобы развивать силу и путь порабощения. Теперь, когда у него было второе отверстие, этот план обретал форму. Три вещи диктовали силу мастера Гу пути порабощения. Во-первых, это был размер группы порабощенных зверей. Во-вторых, это были Гу-черви пути порабощения, которые имел мастер Гу. В-третьих, была душа мастера Гу пути порабощения. Чем глубже была основа их души, тем больше зверей они могли поработить, и тем сильнее были звериные короли, которых они могли контролировать. Время, когда они смогут манипулировать группами зверей, чтобы сражаться, также увеличится. После покупки моя группа волков уже второсортна на уровне смертных северных равнин. Первостатейными хозяевами порабощения остаются все трое, Матзун, Цзян Байя и Ян Паин. Но мои червигу пути порабощения были от Чан Шаниня. У них только четвертый ранг, я должен поставить их в пятый, чтобы они могли справиться с великой битвой на северных равнинах. К счастью, несмотря на медленную смерть горы Данхун, ее все еще можно использовать. С кишками Гу мои расходы значительно сокращаются, но кроме этого, мне все еще нужно большое количество волчьей души Гу, чтобы улучшить мою душу волка. Перед лицом его требований к культивации, камни бессмертной сущности во владении Фан Юяня, казалось, отсутствовали. Массовая покупка волков только выполнила один из трех аспектов культивирования порабощения Фан Юяня. Затем он купил еще несколько рецептов Гу, а также множество изысканных материалов и волчью душу Гу пятого ранга, в которых он отчаянно нуждался, получив в общей сложности 18 Гу. Таким образом, он потратил еще один камень бессмертной сущности, у него осталось только три. Затем Фан Юянь прицелился в реликвию Гу. Его вторая апертура Гу была только сформирована, это только первый начальный этап, ее надо было культивировать с самого начала. Но где Фан Юяня найдет время для взращивания? Используя реликвию Гу для повышения уровня культивации, он мог бы выявить полезность этой второй апертуры в краткосрочной перспективе. Несмотря на то, что у него были такие намерения, камни бессмертной сущности уже почти израсходованы, Фан Юянь мог купить только зеленую медь, красную сталь, белое серебро и желтое золото реликвии Гу. Затем он выбрал модификацию тела червя Гу. Тело подобно мешку, оно держит душу. Когда душа сильна, а тело не способно удержать ее, она образует узкое место, и рост души останавливается. Аналогично, если организм был недостаточно силен, то приходилось быть осторожным при использовании червей Гу силового пути. Если они переутомятся, то могут сломать себе кости и разорвать плоть еще до того, как ударит врага. После того, как Фан Юянь закончил свою сделку, у него осталось только два камня бессмертной сущности. Эти два камня хранились на случай чрезвычайных ситуаций. В течение следующих двух дней Фан Юянь не покидал бессмертную благословенную землю Ху, которую он возделывал на горе Данхун. Это последнее мужество Гу. На скале Фан Юянь схватил этого Гу. Плюх, с хрустящим звуком желто-коричневая грязь потекла. Это был гнилой Гу, его тело было разъедено бессмертной грязевой кашей Гу, он потерял способность улучшать души. Жизненная сила горы Данхун падает, количество неповрежденных кишок Гу также падает, но, после этих нескольких дней укрепления, из-за огромного количества моей души удалось достичь души тысячи человек. Фан Юянь закрыл глаза, чувствуя душу в своем теле. Эта тысячная человеческая душа была гораздо тверже, чем прежде, она излучала плотное чувство. Почти как если бы она была засунута в тело Фан Юяня, она давала ощущение почти вырывающейся наружу. Душа тысячи человек была фирменным знаком эксперта по порабощению. Тогда у Чан Шаниня была душа тысячи человек. Фан Юянь открыл глаза, мысленно он вызвал духа земли и телепортировался во дворец Данхун. Усевшись на подушку, он достал белую серебряную реликвию Гу. Благодаря его более ранним тестам не было никаких проблем с этой реликвией Гу, поэтому Фан Юянь ввел в нее свою первозданную сущность. Мгновение спустя он открыл глаза, осмотрел второе отверстие и удовлетворенно кивнул. Второе отверстие тоже достигло третьей ступени пика. Таким образом, первая апертура Фан Юяня была на пиковой стадии пятого ранга, имела кристаллическую пурпурную первозданную сущность. Второе отверстие было на пиковой стадии третьего ранга, имела снежную серебряную первозданную сущность. Хотя снежная серебряная первобытная сущность не могла сравниться с хрустальной пурпурной первобытной сущностью, она все же могла оказать некоторую помощь Фан Юяню. В конце концов, в состязании северных равнин за императорский двор мастера третьего ранга Гу были абсолютной жизненной силой. После того, как я использую реликвию желтого золота Гу, я достигну четвертой ступени пика, это будет хорошо. Конечно, самое приятное, что вторая апертура дает мне возможность для другого жизненно важного Гу. Таким образом, только у меня может быть два жизненно важных Гу. Глава 494. Все вы заблудитесь. Отбросив в сторону расходуемого Гу, мастер Гу первым делом выберет червя Гу, который станет его жизненно важным Гу. Отношения между важным Гу и мастером Гу были очень близки. Можно даже сказать, что их жизни были связаны. Независимо от того, какая сторона была ранена, другая сторона также будет вовлечена. У важного Гу было одно преимущество, которого не было у других Гу, каким бы сильным ни был ответный удар после провала Гу, жизненный Гу все равно сохранится. Таким образом, большинство мастеров Гу рассматривали жизненно важный Гу как свое ядро Гу. Как правило, самый сильный червь Гу мастера – это их жизненно важный Гу. Его форму трудно изменить, но он не был абсолютным. Если мастер Гу найдет очень хорошего червя Гу и захочет культивировать его как своего важного Гу, он сможет уничтожить свой первоначальный жизненно важный Гу. Но такого рода действия были чрезвычайно опасны. Как только жизненно важные Гу будут уничтожены, мастер Гу понесет огромный урон. По крайней мере, они получат тяжелые травмы, а худший исход означает смерть. После перерождения жизненной силой Фан Юэня была весенне-осенняя цикада, которая без движения зимовала в центре его первого отверстия. Теперь у него было второе отверстие и возможность выбрать второго жизненно важного Гу. Он мог догадаться об этом по рецепту Гу, но Фан Юэнь все еще был счастлив, обнаружив, что это дает ему шанс выбрать. Какого Гу мне выбрать в качестве второго жизненно важного Гу? Бессмертного Гу можно исключить из уравнения. Второе отверстие Фан Юэня было всего лишь отверстием третьего ранга, не способным вместить бессмертного Гу. Цикада была особой ситуацией. Помимо весенней-осенней цикады, у Фан Юэня было еще два бессмертных Гу, фиксированное бессмертное путешествие и грязевая каша. Но бессмертная грязевая каша Гу была расходным материалом Гу. Если он сделает ее своим жизненно важным Гу, после того, как она будет израсходована, Фан Юэнь будет страдать от тяжелой реакции. Фан Юэнь, естественно, не сделал бы такой глупости. Что касается фиксированного бессмертного путешествия, то оно было далеко на ядовитых лугах, так что не было необходимости упоминать об этом. Без особых колебаний Фан Юэнь принял решение. Это были все усилия Гу третьего ранга. Он культивировал путь силы и путь порабощения. Все усилия Гу были обязательными, а также самым идеальным ядром пути силы. Ранее Фан Юэнь намеревался использовать непобедимую сотню сражений Гу для обеспечения безопасности тотального усилия Гу во время Гу. Но по многим причинам из-за ситуации у Фан Юэня не было выбора, кроме как использовать непобедимую сотню битв Гу для совершенствования фиксированного бессмертного путешествия Гу. Если тотальное усилие Гу станет его вторым жизненно важным Гу, Фан Юэнь больше не будет беспокоиться о потере этого драгоценного червя Гу после неудачи Гу. Два дня пролетели в одно мгновение. Фан Юэнь вернулся на северные равнины через звездные врата Гу. Течение времени в бессмертной благословенной земле Ху было в пять раз быстрее, чем во внешнем мире. Фан Юэнь провел два дня в благословенной земле, но на северных равнинах прошла всего одна ночь. Это было на рассвете. С края неба начали появляться нежные пурпурные и белые цвета. Когда солнце начало подниматься, трава начала постепенно становиться глянцево-зеленой от ранее темного цвета. Озеро полумесяца отражало ослепительный солнечный свет и искрилось. Рассвет осветил лицо Фан Юэня, он улыбнулся и посмотрел в сторону. Немногочисленная группа волков вновь пополнилась множеством фигур белых волков. Это были водяные волки, размер которых превышал 10 тысяч. Водный волк Мериад зверей вел их вместе с шесть королями тысяч волков под ним. Что касается группы волков Алого пламени, ночных волков, мутировавших зверей и так далее, Фан Юэнь их не привел. Было бы слишком резко и подозрительно, если бы он вывел их всех сразу. Фан Юэнь маскировался под Чан Шаниня и хотел правильно управлять этой личиной, поэтому он должен был избегать таких разоблачительных действий. Водяные волки были другими. Это действие провозглашало, что он принимал диких водных волков. Появление их было легко объяснимо. Но если бы появился император ночных волков или эти мутировавшие волки, это не имело бы смысла. Мне придется продолжать принимать группы диких водяных волков. Фан Юэнь ехал на горбатом волке, и вся группа волков снова величественно двинулась к следующему пункту назначения. Три дня спустя, на определенном участке рядом с озером, мастера Гу из двух племен яростно смотрели друг на друга. Чжун Фэйты, твое племя Чжун, слишком много хулиганов. Эти пять чернокожих жирных жуков явно товары нашего племени, но ты действительно осмеливаешься хватать их на открытом месте, крикнул вождь одного племени Чжан. Чушь собачья. Мы уже договорились о наших территориях с этим гнездом водяного волка в качестве границы. А это территория нашего племени Чай. Поскольку эти пять чернокожих жирных жуков пришли на территорию нашего племени Чжун, они, естественно, становятся нашими. Вождь племени Чжун, Чжун Фэйю, усмехнулся. Мастера Гу племени Чай пришли в ярость от таких слов. Лицо Чжана даже вспыхнуло от гнева, когда он выпалил. Бесстыдно. Наше племя Чай покидает наш лагерь, чтобы поспешить на собрание героев и, естественно, нам нужно пройти через это место. Глаза Чжун Фэйю засияли холодным светом, когда он усмехнулся. Так это ошибка вашего племени Чай. Ты мог обойти это место. Зачем тебе идти в лагерь моего племени? Мастера Гу племени Чай были в ярости. Лагерь племени Чжун был расположен в сложном месте, занимая главную дорогу. Было бы еще более хлопотно, если бы племя Чай сделала крюк. В пути было, по крайней мере, три группы животных. Действия племени Чжун намеренно компрометировали их. Чжун Фэйю, разве твои действия не слишком неприглядны? Чай Чжан заскрежетал зубами. Чжун Фэйю беззаботно пожал плечами, холодно рассмеявшись. Если твое племя Чай не примет этого, мы сможем сразиться. Движение мастеров Гу племени Чай замедлилось. Племя Чай было небольшим племенем, в то время как племя Чжун расширилось до среднего племени два года назад. Племя Чжун было сильным. Если бы они сражались, племя Чай определенно пострадало бы. Как вождь племени Чай, Чай Чжан, естественно, не имел к этому никакого отношения. Он думал отступить, но трое из этих чернокожих жирных жуков держали самое ценное, что было у их племени. Эти товары были тщательно собраны и были тем, что племя Чай хотела использовать, чтобы встать на сторону Лю Вэню. Если ему придется отказаться от них, Чай Чжан, конечно, не захочет. В конце концов, должен ли он сражаться или отступать? Как раз в тот момент, когда обе стороны зашли в тупик, и Чай Чжан колебался, издалека донесся волчий вой, вой, вой. Волчий вой раздавался один за другим, бесконечно. В то же время звуки большого количества зверей, несущихся вперед, также передавались всем. Этот состав – волчья группа. Сейчас полдень, а гнездо водяных волков совсем рядом, как сюда могла прийти группа диких волков. Племя Чжун и люди племени Чай перевели взгляд на место, откуда доносился звук, словно столкнулись с великим врагом. Вскоре они увидели величественную армию волков, несущуюся к ним, как река, через редкие джунгли. В этой волчьей группе были сильные ночные волки, оборонительные волки-горностаи, выдающиеся ветровые волки и белые меховые водяные волки, которых было большинство. В отличие от других групп волков, они двигались гармонично, как армия. Для этого была только одна причина. Сердце Чай Чжана заколотилось, когда он подумал о человеке – Чан Шанинь. Выражение лица Чжун Фэй Ю стало крайне неприглядным. Их племя Чжун также хотело присоединиться к лорду Лю Вэню, поэтому они жаждали этих товаров племени Чай, но они никогда не думали, что кто-то расстроит всю ситуацию в критический момент. Когда группа волков приблизилась, мастера Гу двух племен забеспокоились. Такая большая группа волков, кто-то невольно вскрикнул от шока. Ах в этом масштабе, по крайней мере, 28 тысяч волков-горностаев, 15 тысяч ночных волков, а ветровых волки даже больше, чем ночных волков. Водяные волки самые крупные, их около 32 тысяч, кто-то глубоко вздохнул и подсчитал количество, опираясь на свой богатый опыт. Группа волков была слишком велика. Они широко раскинулись, образуя полукруглое образование и покрывая два племени. Мастера Гу племени Чжун и племени Чай были немедленно окружены, и с озером позади них они оказались в неблагоприятном положении. Разве они не говорили, что Чан Шанинь понес огромные потери после нападения на племена Пы, Бы и Чжин? Почему у него осталось так много волков? Губы Чай Чжана пересохли. Плотная группа волков не только накрыла их, но и многие из них все еще прятались в лесу, их фигуры были неразличимы. Чжун Фэйю не мог сохранять свое расслабленное отношение. Он посмотрел на огромное количество королей тысячи мириад зверей среди группы волков. Его сердце застряло в горле. Путь порабощения отличался от других путей. Они могли изменить ситуацию с помощью только одной силы. Обычные мастера Гу пути порабощения были уже люди, которых не стоило недооценивать, не говоря уже о Чан Шанине. Вы прекрасно понимаете, что этих волчьих групп достаточно, чтобы уничтожить племя Чжун два-три раза и все еще иметь достаточно сил. Просто потому, что они были в дикой природе, без каких-либо препятствий. У них не было стен их лагеря, они не были в строю, у них не было времени на отдых, а также не было времени, чтобы восстановить свою первобытную сущность. Горбатый волк с Фан Юянем на спине неторопливо вышел из леса. Чан Шанинь, Чжун Фэй Ю и Чай Чжан кричали. В одно мгновение бесчисленные взгляды собрались на лице Фан Юяня. Фан Юянь бесстрастно ехал на горбатом волке, выпрямив спину, как Чан Шанинь. Его острый взгляд прошелся по всем. Он не говорил, но его сжатых губ было достаточно, чтобы ярко показать гордую и отчужденную ауру Чан Шаниня. Вожди племени Чжун и племени Чай хранили молчание. Они только чувствовали, как огромный камень давит им на сердце. Казалось, что атмосфера замерзла и им трудно дышать. Особенно когда они думали о волчьем короли Чан Шанине, бросающем вызов трем племенам за одну ночь, многие начинали дрожать. Племя Пы, Бы и Чжин долгое время были племенами среднего масштаба. Племя Чай было лишь небольшим племенем, а племя Чжун не так давно продвинулось до среднего племени. Чжун Фэй Ю и Чай Чжан переглянулись, видя серьезности намерения сотрудничать в глазах друг друга. Они оба были в такой же агонии. Только что они оба собирались сражаться, и теперь у них были сердца, чтобы объединиться. Эта игра судьбы действительно заставляла не знать, плакать или смеяться. Господин Чжан Шанинь, твоя слава хорошо известна мне, Чжун Фэй Ю. Чжун Фэй Ю стиснул зубы и низко поклонился Фан Юаню. Никто не считал действия великого вождя племени Чжун Фэй Ю неуместными. Это был Чжан Шанинь. Но Чжун Фэй Ю еще не закончил говорить, когда Фан Юань махнул рукой и равнодушно сказал «Вы все заблудитесь, не блокируйте меня». Глаза Чжун Фэй Ю расширились, в них отразилось нескрываемое унижение. Но он не ответил и вместо этого опустил голову, снова поклонившись Фан Юаню, прежде чем повернуться к своим соплеменникам. Отступаем. Чжун Чжан оценил ситуацию и тоже немедленно закричал «Мы тоже отступаем». Оба племени немедленно начали отступать. Вскоре на переполненном озере остались только волчьи стаи и Фан Юань один человек. Конечно, были еще эти три медленно движущихся черных кожистых жука. Фан Юань без интереса взглянул на трех черных жуков. То, за что боролись два племени, не обладало для него достаточной притягательной силой. Он махнул рукой, и группа водяных волков немедленно бросилась в воду, кружая и атакуя гнездо водяных волков здесь. Глава 495. Серо-белокаменная плита. В логове водяных волков было 4000 зверей. Хотя водяные волки редко ступали на землю, когда в их дома вторгались, это было другой проблемой. Почувствовав приближение группы волков Фан Юаня, эта группа диких водных волков атаковала вместе, вступив в бой с волками Фан Юаня. Столкнувшись с препятствием, волчья группа Фан Юаня остановилась. Но он фыркнул, активируя волчьи войгу, и послал на помощь три группы подкрепления. Дикие водяные волки сумели продержаться лишь мгновение, прежде чем не смогли удержать давление, сразу же ошеломленные, поскольку они полностью проиграли. Вдалеке. Вождь племени. Наши вещи все еще там. Старейшина племени Чай возмутился. Вождь племени Чай глубоко вздохнул. Неважно, пусть так это лучше, чем потерять наши жизни. Может, нам остаться и посмотреть? Такой человек, как Чан Шанинь, мог бы не заинтересоваться этими тремя черными кожистыми жирными бронированными червями. Еще один старейшина племени Чай все еще надеялся. Но Чай Чжан понял правду, он фыркнул. Если вы не беспокойтесь о том, чтобы оскорбить Чан Шаниня и привлечь его к убийству, тогда оставайтесь. Лицо старейшины племени Чай застыло. Хэм, это мысль, ты думаешь, племя Чжун не может думать об этом? Даже если Чан Шанинь не хочет их, мы не сможем взять эти ресурсы. С таким экспертом, как Чан Шанинь, мы не можем больше оставаться здесь, мы должны отправляться сейчас и быстро уходить. Чай Чжан махнул рукой, в его голосе звучали беспомощность, но также гнев и слабость. Племя Чай было лишь небольшим по размеру племенем, они были слабыми. Особенно с приближением десятилетней метели, а также борьбы за императорский двор, это будет эпоха беспорядков, где северные равнины поглощены сражениями и хаосом. Племя, подобное племени Чай, было подобно маленькой лодке среди хаоса, гонимой ветрами и волнами, они могут только тихо плыть. Только цепляясь за более мощную силу, они могут увеличить свои шансы на выживание. Племя Чай ушло после того, как собрало вещи, без малейшего промедления. Мгновение спустя исследователь племени Чжун доложил Чжун Фэйю, господин волчий король был победителем, одним взмахом руки он уничтожил это волчье логово. Из четырех тысяч водяных волков он забрал три тысячи, но потерял только триста. Услышав это, Чжун Фэйю и руководители племени Чжун содрогнулись. Такие потери были страшны. Неудивительно, что волчья группа этого волчьего короля так быстро пополнялась. Вождь племени, ты не видел лично, манипуляции Чен Шаниня были потусторонними, он действительно искусен. Мастер Гу вытер под солба и добавил. Чжун Фэйю фыркнул, отказываясь усмирять свое племя, бесстыдно говоря. У Чен Шаниня есть король мириад водных волков. Вожак этой группы диких волков всего лишь король тысячи зверей. Как только они вступят в бой, группа водяных волков столкнется с сильным подавлением, их боевая сила будет ослаблена. Их легко завербовать из-за них. А как насчет тех трех чернокожих жирных бронированных жуков? Мастер Гу ответил. Все они были взяты Чен Шанинем. Выражение лица Чжун Фэйю стало уродливым. Он пытался украсть цыпленка только для того, чтобы в итоге потерять рис, используемый для его приманки. Он не только не смог получить ресурсы, он даже сделал врага из племени Чай. Кстати говоря, племя Чай и племя Чжун были родственниками, у них были близкие отношения. В противном случае они не стали бы жить вместе, а когда разбили лагерь, то решили жить рядом, присматривать друг за другом. Но мир жесток. Сейчас в императорском дворе соревновались не только за выгоды для племени Чжун и племени Чай, но и за их выживание. Их отношения были лишь способом защитить свои интересы. Когда придет время оставить другого, они сделают это без колебаний. В главной палатке воцарилась напряженная тишина. Много времени спустя Чжун Фэйю вздохнул. Такой человек, как Чан Шанинь. Даже если мы соберем все наши силы, мы не сможем конкурировать с ним. Но северные равнины не только его, есть три хозяина порабощения сильнее его. Мы запишем эту битву, и после того, как мы пойдем к лорду Лю Вэню, однажды мы сможем отомстить. Старейшины племени Чжун согласно кивнули. Вскоре после этого племя Чжун тоже отправилась в путь. Потратив в общей сложности девять дней, Фан Юань повел группу волков, которая резко увеличилась в размерах обратно в лагерь племени Гэ. Гэгуан возглавлял высшее племя Гэ. Он вышел, чтобы поприветствовать Фан Юаня. Верховный Старейшина, твоя культивация восстановилась. Когда Гэгуан почувствовал ауру четвертого ранга Фан Юаня, он был потрясен и восхищен. Фан Юань кивнул, ответив просто «Я восстановился, в любом случае, пришло время». В то время культивация Чан Шаниня была на четвертой ступени пика. Позже он сражался в великой битве с Хатугу и был ранен почти до смерти, впав в спячку. Но теперь первое отверстие Фан Юаня достигло пятой ступени пика. Даже с подавлением северных равнин у него все еще была аура начальной стадии пятого ранга. Его нынешняя аура пиковой стадии четвертого ранга была обусловлена только эффектом сокрытия дыхания Гу. Что касается его второго отверстия, то, поскольку оно впервые появилось на северных равнинах, подавления не было, и оно все еще было на пиковой стадии третьего ранга. Пока что он держал это в секрете, а затем, медленно высвобождая ауру, мог не только держать ее как козырную карту, он мог даже позволить другим постепенно принять его улучшение без подозрений. Фан Юань последовал за вождем племени Гу в лагерь. Лагерь племени Гу расширялся, повсюду можно было увидеть строительство. Большое количество смертных рабов или даже рабов хозяев Гу безжалостно использовалось. Победитель забирает все, в этом была жестокость войны, а также ее красота. Высшие руководители племени Гу были веселы и радостны, после того как племя Гу уничтожило племя Бу и племя Чжин, оно значительно расширилось, так как пыталось переварить эту новую найденную силу. Сила всего племени значительно увеличилась. Самая большая проблема сейчас отсутствие рабства Гу. Если бы у нас было большое количество рабов Гу, мы могли бы послать этих рабов Гу в бой. Это значительно увеличит нашу боевую мощь, воскликнул Гуан. Рабство Гу было червем Гу, который мог контролировать людей. Но человек это дух всего сущего, им гораздо труднее манипулировать, чем животными. Нагрузка на душу была больше, особенно при порабощении мастерами Гу с сильной душой. Таким образом, мастер Гу редко контролировал более пяти рабов. Что касается рабовладельцев Гу, то их было меньше. Обычно мастер Гу мог контролировать только одного раба, иначе бремя на его душе было бы слишком большим. Что же касается рабовладельцев Гу с сильными душами, то чтобы ими управлять, душа должна быть еще сильнее. Фан Юань, естественно, имел возможность получить много рабства Гу. Но если он это сделает, то разоблачит многое. Племя Гу было только шахматной фигурой в его планах, ему не нужно было беспокоиться о них до такой степени. Далее мне нужно продолжать культивировать в уединении. Ты поможешь мне накормить эту волчью группу, заговорил Фан Юань. Хорошо, Гуан быстро ответил, но его сердце кричало. Теперь, когда племя Г расширялось, они столкнулись с огромной нехваткой рабочей силы. Группа волков была слишком велика, бремя кормления их было бы велико, это потребовало бы большого труда от племени Г. Но следующее предложение Фан Юань сделало молодого вождя племени Г радостным. На этот раз я привез много ресурсов, они были получены, когда я охотился на волков. Используй их, как хочешь, но помни, что вещи на этих трех черных кожистых жуках мои, охраняя их должным образом. Да, верховный старейшина. В течение следующих нескольких дней Фан Юань оставался в лагере племени Г, горько культивируя в уединении. Уровень культивации его второго отверстия должен был увеличиться. Хотя у него была тысяча человеческих душ, он все еще нуждался в волчьей душегу, чтобы укрепить себя, приобретя душу волка на уровне тысячи человек. В то же время его путь силы также нуждался в улучшении, ему нужно было продолжать использовать силу Цзюнгу. Когда ему нужно было расслабиться, он вынимал предметы на этих трех черных кожистых жучках и осматривал их. Эти ресурсы, которые старательно собирало племя Чай, были очень странными, все они были серо-белокаменными плитами. Но поверхность этих каменных плит была испещрена черными чернильными линиями. Одни были прямые, другие завитые, тонкие и толстые. Линии были нарисованы одна над другой, некоторые выглядели как буквы, а другие выглядели как рисунки пейзажа. Если бы эти каменные плиты были настоящими, это было бы очень важно. Если проследить их источник, то они были из незапамятных времен и принадлежали девятой дочери Жень Цзю, беззаботному мудрому сердце. Утверждает, что для того, чтобы спасти мудрость Гу, беззаботное мудрое сердце пришло к хрустальной стене Цань Кун. Хрустальная стена Цань Кун была прямой сверху донизу, она плавала в воздухе, как гигантское зеркало. В зеркале отражалась книжная гора. На книжной горе был чернильный водопад, приземлявшийся на горные скалы, чтобы образовать книжный источник. Чернильный водопад продолжал течь, приземляясь на книжный источник, вода плескалась вокруг. Эти черные цветные брызги летали в воздухе, когда капли воды формировались в слова. Таково было происхождение системы письма стакланов в Мерегу. После того, как хрустальная стена Цань Кун была сломана, она превратилась в многочисленные серо-белокаменные плиты. Легенды говорят, что если собрать все каменные плиты, то они смогут восстановить хрустальную стену Цань Кун, и мастер Гу сможет снова войти в книжную гору. Если посмотреть на историю человечества, то можно обнаружить, что поколение мастеров Гу, бессмертных Гу или даже бессмертных демонов собирали эти каменные плиты раньше. Именно так быстро появилось большое количество поддельных каменных плит. Эти фальшивые каменные плиты были неотличимы от настоящих, если только мастер Гу не был опытным оценщиком. В истории самым авторитетным и совершенным оценщиком Гу был владелец сокровищ Желтых Небес, даоское бесчисленное сокровище, которому принадлежало сокровище Света Гу. Но даже он мог идентифицировать их с точностью от 70 до 80 процентов. Было просто слишком много поддельных каменных плит, слишком много мастеров Гу пытались сделать подделки, даже сам вороватый небесный демон. Вороватый небесный демон нарочно создал много подделок и обманул многих бессмертных Гу. Подделки, которые он сделал, были очень убедительными, они могли даже превзойти настоящую вещь. Фан Юян никогда не думал о том, чтобы собрать все каменные плиты и восстановить Книжную гору. Даже почтенный девятого ранг Гагу не преуспел. У Фан Юян не было такого стремления, чтобы тратить свои усилия. Сейчас он только отдыхал и пытался оценить эти каменные плиты. В прошлой жизни он приучил свои глаза к проницательности, а также однажды продал и создал эти фальшивые каменные плиты. Прямо сейчас он пытался оценить эти каменные плиты, убирая подделки, это была форма расслабления. Но неожиданно, когда он играл с одной из каменных плит, что-то произошло. На этой каменной плите, которую он оценил как подделку, после того, как Фан Юян ввел свою первозданную сущность, чернильные линии начали мистически двигаться. Глава 496. Наследство Дицу. Чернильные линии менялись и изменялись случайным образом, через долгое время они осели и образовали карту местности. В центре карты была возвышенность. Там не было скал, так как склон был очень пологим, было отверстие, которое напоминало туннель. На этом месте были обозначены два слова Дицу. Вокруг Дицу были болота и леса, в юго-западном углу была река. В нижней части карты было четыре строки, свет в почве, сияя до 100 тысяч футов высотой, плови в небе столе, восхваляя сливовый ароматный снег. Фан Юянь пробормотал это про себя, но спустя долгое время не понял, о чем там говорится. Эти четыре строчки были похожи на стихи или нет? Они звучали как рецепты гу, но это было маловероятно. Но Фан Юянь был уверен в одном. Эти четыре загадочные строки были определенно подсказками, оставленными нарочно. Что еще более удивительно, после того, как карта сформировалась на некоторое время, она исчезла с серо-белокаменной плиты. Вскоре каменная плита в руках Фан Юяня побелела, на ней ничего не осталось. Но когда Фан Юянь закрыл глаза, он мог легко вспомнить каждую деталь на этой карте с предельной ясностью. Это не было его выдающейся памятью, вместо этого. Идея картины гу. Идея картины гу однажды была использована на этой каменной плите. Этот гу может превратиться в декорации и запечатлеть себя в памяти мастера гу, так что он никогда не забудет. В глазах Фан Юяня мелькнуло понимание. Очевидно, это было наследство, оставленное мастером гу. Чтобы оценить эти каменные плиты, Фан Юянь взял множество кристально чистых гу, солнечного гу и т.д. из инвентаря племени гу. Чуть раньше он использовал этих червей гу и искусно ввел свою первобытную сущность, чтобы проверить их. Эти методы были уникальными способами оценки серо-белокаменных плит. В конце концов, эти методы стали ключом к активации секрета этой каменной плиты. Мастер гу, создавший эту каменную плиту, не только использовал идею живописи гу, но и использовал других гу для создания этого эффекта. Это наследство от мастер-агу, для того чтобы найти наследника, он потратил совсем немного усилий. Фан Юянь улыбнулся, подумав, что в такой ситуации он получил ключи к наследству мастер-агу. Наследование было одной из культурных особенностей этого мира. Будь то праведные или демонические мастер-агу, они предпочли бы создать наследство, оставить после себя отпечаток, уникальный для них в этом мире. Хотя ему повезло получить подсказки об этом наследстве, Фан Юянь не выказал особой радости. За предыдущие 500 лет он сталкивался со многими подобными ситуациями, он привык к ним. Большинство мастеров гу оставляли свое наследство. Поэтому наследства всегда были в изобилии. Имелись бессмертные наследства гу, 4-го или 5-го ранга, по-настоящему ценные. Но было также много наследств 2-го или 3-го ранга, даже тех, которые были сделаны мастерами 1-го ранга гу. С течением времени и природных или антропогенных катастроф, многие мастера гу часто уходили разочарованными при изучении наследства. Некоторые наследства давно уничтожены. Другие были уже заняты к тому времени, когда кто-то нашел их. Для некоторых наследников они были демоническими наследствами, ловушками, созданными кем-то тщательно, теми умственно извращенными мастерами гу, которые хотели отомстить миру перед смертью. Я сейчас слишком занят, я не могу отказаться от своих планов относительно такого неопределенного наследства. Более того, только с этой картой я собираюсь найти это место дитсу. Получение карты наследования дитсу было лишь крошечной случайностью, Фан Юань быстро забыл об этом. В последующие дни он продолжал культивировать гу. Из того, что он получил от двух племен, он увидел улучшенный рецепт и нашел его интересным. Взяв несколько червей гу со склада племени гу, он провел несколько дней в уединении и после двух неудачу совершенствовал орлиные крылья гу 3-го ранга до 4-го ранга. Кстати говоря, эти орлиные крылья гу почти не использовались в его руках. После того, как Фан Юань покинул ядовитые луга, он пришел в долину Хуньяни и достиг лагеря племени гу. Когда он обошел несколько рынков, которые были созданы во время его пребывания, он купил его. Король волков Чан Шанинь не был летающим экспертом. Фан Юань не будет использовать эту технику с такой легкостью. Это был козырь, как только он им воспользуется, это потрясет мир. Чан Шанинь пропал без вести более 10 лет назад, легко было найти оправдание. Кто знает, с какими возможностями и наследствами он сталкивался в течение многих лет, почему он не мог стать экспертом по полетам. Через несколько дней после очищения орлиного подъема Гу Фан Юань им Гуан лично посетил его и принес с собой последние новости. Племя Ма полностью поглотила племя Фы и стала главным героем Ассамблеи Героев Тян Цуань. На Ассамблее Героев Мэн Цу представитель племени Нуар имеет мастера Гу пятого ранга Нуарту. Племя Чжао Цаофу, Чжао Лян Юн, жена Ма Хун Юна, чудесная женщина, которая станет бессмертной пути мудрости Гу в будущем, сейчас всего лишь молодая невинная девушка. Несмотря ни на что, племя Ма теперь привлекло к себе столько внимания, они определенно планируют что-то большое, чтобы бороться за желанный трон лорда императорского двора. Это то же самое, что и в воспоминаниях моей прошлой жизни. Но появится ли Ма Хун Юн? Фан Юань думал об этом, вспоминая. Он смутно помнил, что во время этого состязания племя Ма проявило выдающуюся силу, особенно во время старта. У них были сильные войска и высокий боевой дух, они победили многих сильных врагов. Но высокое дерево первым столкнется с разрушением, почва, ближайшая к воде, будет первой унесенной течением. Племя Ма получило слишком много внимания, они были мишенью опытных племен семьи Хуан Цзинь, после нескольких тяжелых сражений, хотя они выиграли, они имели большие потери и были ослаблены. В конце концов, племя Ма было вынуждено столкнуться с окружением Хэй Лулана. У племени Хэй было большое количество людей, но у племени Ма была укрепленная оборона, они могли защитить себя. Хэй Лулан лично привел свои войска, но не смог одержать победу, видя приближающуюся метель, ему пришлось смягчиться. После того, как племя Ма подчинилось племени Хэй, они получили право войти в императорский двор. Ма Хун Юн, с его абсурдной удачей, также сумел войти. Именно потому, что он использовал эту возможность, он получил частичное наследство бессмертного почтенного внутри здания сокровищ 88-го края, которое стало основой для его подъема в будущем. В этот момент Гагуан заговорил, спрашивая Фан Юяня, верховной старейшина, большинство героев сейчас проходит горячо. Наша ассамблея героев Юй Тянь также имеет много экспертов, участвующих в жесткой конкуренции. Среди них Лю Веню и Хэй Лулан, два человека и два племени с наибольшей силой, другие силы не могут конкурировать с ними. Сейчас на озере полумесяца осталось только наше племя. Даже крупные племена отправились в Юй Тянь, чтобы присутствовать на собрании героев. После этих дней восстановления мы уже переварили большую часть наших боевых трофеев и стабилизировали ситуацию. Если мы не отправимся сейчас, то можем не успеть. Фан Юянь кивнул. Собрание героев было местом, где силы прощупывали друг друга и создавали мощные союзы. Хотя племя Г быстро набирало силу, это было племя среднего размера. Если бы они не присутствовали на собрании героев и не отошли от правил игры, они были бы подвергнуты астракизму, что оказало бы на них огромное влияние. Хотя вождем племени Г был Гагуан, с тех пор как Фан Юянь взял на себя роль верховного старейшины, его решение уже было приоритетом номер один для племени Г. В эти дни Гагуан и другие старейшины начали беспокоиться. У них не было воспоминаний Фан Юяня, они не знали, что во время этого собрания героев Юй Тянь будет огромное соревнование, и таким образом оно закончится последним. В свете этого Фан Юяня принял меры. Он махнул рукой, говоря Гагуану, хотя племя стабилизировалось это только на поверхности. В темноте еще много людей, чьи сердца не с нами. Если бы мы действительно пошли в бой, даже со средним размером племени, мы не смогли бы высвободить соответствующую силу. Гагуан опустил голову, терпеливо слушая наставления Фан Юяня. Фан Юяня продолжил соревнование ассамблеи героев Юй Тянь только что вошло в кульминационный момент. Мы не спешим туда. А пока мы идем в Луковую долину. Луковая долина? Гагуан выказал некоторое замешательство. Луковая долина была местом, похожим на озеро Полумесяца. Это была широкая долина, заросшая зеленым луком. Это была уникальная среда обитания. Там обитало большое количество звериных групп в большем масштабе, чем на озере Полумесяца. Конечно, было и бесчисленное множество диких червей Гу. Среди них был чрезвычайно известен луковый взрыв Гу второго ранга. Этот Гу был похож на луковицу, но он был не зеленый или белый, а красный, как огонь. После активации он будет испускать сильный запах. Когда дикие звери чуют запах, они становятся раздражительными. Демонстрируя свою дикую природу, они с большей вероятностью нападают на людей. Таким образом, Луковая долина была гораздо опаснее озера Полумесяца. Почему он решил отправиться в такое опасное место, вместо того, чтобы присутствовать на собрании героев? Но вскоре Фан Юань сказал свою причину. Очень давно я вывел несколько волков в Луковой долине, после этих лет роста они должны были созреть и вырасти. Так вот оно что, глаза Гуана заблестели. Это был ресурс, затрачиваемый на воспитание мастера Гу пути порабощения. Просто пища, необходимая для ежедневного кормления диких зверей, была астрономической цифрой. В эти дни, чтобы заботиться о волках Фан Юяня, племя Гу потратило много своих ресурсов, заставляя Гуана морщиться от боли и иметь четкое понимание этого. Таким образом, многие мастера Гу пути порабощения предпочли бы позволить группам животных расти самостоятельно. Они выберут подходящее место и оставят несколько животных в качестве семян. Время от времени они шли, чтобы проверить свой рост, если группа зверей расширялась, они получали прибыль. Конечно, шансы на выигрыш были невелики, в большинстве ситуаций группы зверей съеживались или даже уничтожались. Но даже в этом случае большинство мастеров пути порабощения Гу предпочли бы сделать это. Ведь путь порабощения был огромной нагрузкой на ресурсы. Сколько мастеров Гу могут быть похожи на Фан Юяня, посылая свои группы животных в благословенную землю? После того, как Фан Юянь сказал это, Гагуан сразу все понял. После стольких лет волчий король все еще здесь, но я не знаю, сколько волков осталось. Но на этот раз, когда мы посещаем собрание героев, чем больше волков, тем лучше для нас. У нас будет больше власти и голоса, если наша группа волков будет больше. Услышав слова Фан Юяня, Гагуан кивнул, соглашаясь, верховный старейшина прав, тогда когда мы отправляемся. Сегодня, сказал Фан Юянь. Глава 497. Моши Куан. Небо было чистым и лазурным, а земля, как нефритовое море. Почва здесь была особенно плодородной, по колено в воде росли растения. Это был знаменитый Юйтянь северных равнин, считавшийся одним из самых богатых пастбищ. Теперь здесь собирались люди с развивающимися на ветру знаменами. Собрание Юйтянь уже затянулось на полтора месяца. В первую неделю каждое племя выкрикивало свои лозунги, вызывая шум и волнение. Но постепенно все силы стали объединяться через союзы. И теперь две самые мощные силы остались. Одной стороной было племя Лю под руководством Лю Веню, а другой – племя Хэй под руководством Хэй Лулана. В этот момент обе стороны мужественно противостояли друг другу. В центре была построена просторная боевая сцена. Два мастера Гу Северных равнин вели интенсивную битву. Оба имели четвертый ранг культивации. За пределами сцены все напряженно смотрели на сражения. Сражения на уровне вождей племен не были тем, что они обычно имели возможность наблюдать. Особенно два человека на сцене. Один праведник, другой демон. Оба были знаменитыми персонажами и питали глубокую ненависть друг к другу. Водяной демон отдай свою жизнь. Пожилой мастер Гу на сцене закричал и топнул ногой, подпрыгнув в воздух. В воздухе он сделал глубокий вдох, затем выдохнул в сторону противника темное пламя размером с корзину. Сердце водного демона Хаотзилю предупреждающе забилось. Его глаза вспыхнули голубым светом, когда он безумно влил свою желто-золотую первобытную сущность в водную стену Гу. Встань! Он поднял обе ладони вверх. Его движения выглядели тяжелыми, как будто он поднимал груз в 10 тысяч катти. Вслед за его движением бескрайний водяной пар превратился в голубой водопад, поднимающийся от земли. Водопад набирал обороты, а затем обрушивался вниз, образуя арку из толстой водяной стены. Темное пламя медленно упало на стену воды и тут же погасло. Что? Зрители были ошеломлены. Они уже собирались высмеять водяного демона за то, что он поднял такой шум из-за пустяков, как вдруг искра, в которой осталось совсем немного света, взорвалась. Бум! Оглушительный взрыв походил на раскаты грома. Огромное количество пламени вырвалось наружу и превратило толстую водяную стену в водяной пар. Сильный удар вызвал неистовый ветер, который быстро распространился повсюду. Но буря не могла сойти со сцены. Мастера Гу стояли вокруг сцены битвы, активируя свои защитные Гу, чтобы сформировать круглый барьер, который надежно охранял сцену. Какое ужасающее умение! Такой интенсивный взрыв уже приблизился к эффекту пятого ранга Гу. Этот убийственный ход все время был скрыт огнем блудного Чаймина. Хотя водный демон и обнаружил это, он недооценивал нападение господина Чаймина. Когда толчки от взрыва начали стихать, все начали обсуждать и шуметь, сосредоточившись на сцене битвы. Даже Хайлу Лан и Лю Вэню не могли отвести глаз. Но внутри круглого светлого барьера водяной пар сделал людей неспособными видеть что-либо ясно. Все терпеливо ждали, и когда водяной пар рассеялся, Чаймин все еще стоял на сцене, тяжело дыша и глядя на тело под своей ногой. Водяной демон, ты думал, что придет тот день, когда ты убил моего отца в том году. Водяной демон Хао Цзилю брызнул кровью, и под шагами Чаймина на его лице появилось страдальческое выражение. Ха-ха-ха, это наша победа. Господин Чаймин могуч. Зрители были ошеломлены на некоторое время, прежде чем сторона, принадлежащая Лю Вэню, взорвалась чрезвычайно громкими приветствиями. Со стороны Хайлу Лана некоторые зрители молчали, в то время как у других подергивались губы. Брат Лулан, ты позволил мне выиграть. Лю Вэню поднялся со своего места и, сложив ладони, с улыбкой обратился к Хайлу Лану, демонстрируя элегантное поведение. Хайлу Лан, похоже, не ожидал такого результата и холодно фыркнул. Как раз в тот момент, когда он собирался сказать несколько слов, чтобы соблюсти формальности. Свист. Раздался тихий звук, и Чаймин в шоке посмотрел на свою грудь. Острый водяной клинок торчал из его сердца. Он медленно оглянулся и увидел своего врага Хаатзилю, злобно улыбающегося ему, с лицом, покрытым волдырями от огня. Это настоящее тело, значит, под моей ногой. Чаймин был полон сомнений. Взрыв. По совпадению в это время Хаатзилю под его ногами превратился в бассейн с водой. Это водное изображение Гу. Воскликнул кто-то. Водный образ Гу. Редкий Гу четвертого ранга. Но водный демон явно использовал много других методов, чтобы сделать свой водный образ таким реалистичным. Звуки рядом с его ушами позволили Чаймину понять причину его поражения. Презренный он сказал последнее слово своей жизни и умер с чрезвычайно возмущенным сердцем. Господин Чаймин. Многие плакали от горя. Брат, вождь племени Чай вскрикнул, и слезы быстро потекли по его глазам. Ха-ха-ха. Хайлулан запрокинул голову и громко расхохотался, не скрывая своей радости. Он поднял большой палец в сторону водяного демона. Хаатзилю, ты молодец. Давай, выпей это вино. Большое спасибо за награду. Водяной демон сошел со сцены, морщись от боли от ожогов, которые были по всему его телу, но все же принял чашу вина и выпил ее одним глотком. Великолепное вино. Он истиво улыбнулся и вернул кубок Хаилулану. Хотя все презирали его бесстыдство, его сила проявлялась перед ними и с добавлением к его дурной репутации, никто не высмеивал и не издевался над ним. Хаилулан махнул рукой и заговорил грубым и хамским голосом. Возьми этот кубок как награду. Янь Цуэр, принеси мне новую чашу и налей мне лучшего вина. Следуя его жесту, красивая молодая девушка в великолепном наряде послушно прошла вперед и поставила несколько винных чаш на стол перед Хаилуланом, затем грациозно налила вино. Она была старшей дочерью племени Янь, невестой Лювэню. Похищенная водным демоном Хаатзилю, она была предложена Хаилулану в качестве подарка навстречу. Хаилулан поспешно привел Янь Цуэр с собой на собрание героев, чтобы напасть на Лювэню. Молодой мастер Лю, тебе не победить меня. Почему бы не признать поражение, и я верну тебе твою невесту? Хаилулан выпил вино одним глотком и грубо вытер вино, упавшее ему на бороду. Хе-хе-хе, почему мужчина должен беспокоиться о том, что у него нет жены? Эта девушка прекрасна, но как она может заменить амбиции в моем сердце? Брат Лулан, разве ты не слышал старую поговорку, что женщины подобны одежде, а братья подобны нашим рукам и ногам? Поскольку она нравится брату Лулану, не стесняйся, Лювэню усмехнулся, не выказав ни капли гнева. Молодой господин Лю очень честолюбив. Молодой мастер Лювэню – истинный человек наших северных равнин. Верно, только такой человек достоин того, чтобы мы следовали за ним. Сторона племени Лю выступала одна за другой в поддержку Лювэню, поскольку это была женщина, они не шевельнулись и не подумали возражать. Такова была традиция северных равнин, где считали мужчин выше женщин. Женщины подобны одежде, а братья подобны рукам и ногам. Это высказывание было произнесено никем иным, как гигантским солнцем. Родословная, которую передал гигантское солнце, была названа семьей Хуан Цзинь. Семья Хуан Цзинь обладала верховной властью на северных равнинах и также следовала традиции старого предка. Поскольку Лювэню мог конкурировать с Хайлуланом на равных с ним, естественно, было нелегко иметь дело. Вместо этого его слова втайне высмеивали похотливую и неамбициозную натуру Хайлулана. Он делал вид, что не увлечен смертными делами. Хайлулан яростно фыркнул. «Твое племя Люв всегда умело хорошо говорить. Ну и что? Приходите, приходите, мы пошлем наших людей на сцену и проведем бой». Выражение лица Лювэню мгновенно изменилось, а не Янь Цзинь, это была его величайшая слабость. В предыдущих девяти матчах он выиграл только три матча и потерял много экспертов. В битве перед этим он даже потерял эксперта по огню четвертого ранга, блудного сына Чаймина. Теперь Хайлулан снова приглашал его на битву, и у него не было выбора, кроме как принять приглашение. Если он откажется, это покажет его трусость. Люди северных равнин больше всего презирали трусливого хозяина. Но если он согласится, то наверняка проиграет больше, чем выиграет. «Черт побери, этот ублюдок намеренно бросает мне вызов, чтобы ослабить мои элитные боевые силы. Но я не могу проявить слабость в собрании героев, кого мне послать на этот раз». Лювыню внутренне сжал зубы, его взгляд скользнул по сторонам. Были люди как праведного, так и демонического пути, которые встали на его сторону. Не было недостатка в известных персонажах, но в этот момент они не осмеливались встретиться взглядом с Лювыню и либо опускали головы, либо смотрели вдаль. В тот самый момент, когда подчиненные Лювыню чувствовали себя неловко, издалека донесся громкий голос «Старший брат, не беспокойся, пошли меня». Третий брат пришел, Лювыню был очень доволен. Толпа расступилась и образовала проход. Человек, который прошел по тропинке, заставил всех удивиться. Этот человек был высок, с мускулистым телом, свирепым ртом и широким носом, с кожей темной, как чернила, со снежно-белыми пышными волосами и бородой, которые, казалось, сливались вместе, как львиная грива. Белые волосы и черная кожа были настолько необычны, что толпа на некоторое время оцепенела, прежде чем кто-то воскликнул, раскрывая личность этого человека. Этот человек, чернильщик, Ракмин Иггмин, волосатый человек и чернильщик были не потомками Жэнь Цзю, а разными людьми. Чернильщики также были записаны в легендах Жэнь Цзю. Их родиной была Книжная гора. На Книжной горе был чернильный водопад, который обрушивался на литературный источник, и бушующие чернила падали на скалы, образуя чернильных людей. Старший брат, младший брат опаздывает. Этот чернильщик вышел на середину площадки и низко поклонился Лювыню. «Нет, нет, ты пришел вовремя», – Лювыню похлопал чернильщика по плечу и представил его всем. «Все это Мошикуан, которому я поклялся в братстве в ранние годы». «Мошикуан. Молодой мастер. Люди действительно имеют хорошее зрение, дурачи с незначительным вариантом человека. Хорошо, пусть мой принц Гадюк обменяется движениями с твоим братом». Со стороны Хайлулан вышел мастер Гу с треугольными глазами. «Подойди», – принц Гадюк подошел к сцене битвы и поманил пальцем Мошикуана. Мошикуан был спровоцирован этим действием и немедленно прыгнул на сцену в ярости. «Умри». Он хлопнул в ладоши. Бум. Невидимая сила сметала все, без всяких препятствий, приближаясь к принцу Гадюк. Что? Путь энергии. Пиковая стадия четвертого ранга. «Черт», – принц Гадюк не успел договорить, как его раздавило в фарш, который разлетелся во все стороны. Результат был выявлен одним движением – удушья. В воздухе раздавались звуки холодного дыхания. Глава 498. «Вой волка». Хайлулан мрачно посмотрел на Мошикуана. У него было плохое предчувствие, когда Мошикуан вышел на сцену, но когда он одним движением превратил принца Гадюк в фарш, сердце Хайлулана сжалось. Мошикуан был экспертом четвертого ранга и культивировал путь энергии. Люди были духом всех живых существ и могли пробудить свою апертуру через надежду Гу. Поскольку у разных людей было слово «человек», они, естественно, имели более высокую духовность, чем животные. Но эта духовность была гораздо меньше, чем у людей. Таким образом, лишь немногие такие мужчины могли достичь таких достижений в культивировании. Абсолютное большинство разнородных людей никогда в жизни не пробудит свою апертуру, только немногие счастливчики смогут это сделать. Только удачливые из этих счастливчиков могли добиться успеха в культивации. Этот Мошикуан был одним из таких особых случаев. Неудивительно, что Лювыню подружился с Мошикуаном. Если бы это был я, я также был бы готов подружиться с таким экспертом четвертого ранга. Осознание осенило многих людей. «Эй, чернокожий толстяк, это ты хочешь выступить против моего старшего брата? Ну-ну, присылайте своих экспертов, дайте мне отшлепать ваших слуг». Мошикуан похлопал себя по груди и громко закричал. В его грубоватой манере чувствовалась героическая аура. Чернокожий толстяк, веки Хэйлулана дрогнули, и он страшно рассердился. «Хоть я и толстый, я такой же черный, как ты. Этот черный грубиян действительно отвратителен». Хэйсюи тихо позвал Хэйлулан, в его спокойном голосе слышалась жгучая ярость. Здесь немедленно отозвался худой мужчина. «Иди и преподай этому парню урок». Да, вождь племени, Хэйсюи согласился и неторопливо пошел к человеку. Его взгляд был холоден, как лед. Пока он шел, черный свет появился над ним. Черный свет конденсировался и образовывал броню, которая надежно покрывала его. Затем над его головой появился тусклый зеленый нимб. 56 летающих костяных щитов вылетели и зависли рядом с ним, полностью защищая его. Точно так же 9 серо-голубых призрачных лиц кулили и парили вокруг него. К тому времени он вышел на сцену, он был полностью вооружен и защищен. Толпа шумела, слова Хэйлулана были очень внушительными, но он фактически послал защитного мастера Гу, чтобы вытащить козырь Мошикуана. Ахахаха, Мошикуан был очень счастлив. «Ты, парень, который просит избиения, иди, выпей мой пунш». Как только он закончил говорить, его правая рука сжалась в кулак и яростно ударила Хэйсюи. Мгновенно сила его кулака сжалась в толстый кулак энергии, который яростно ударил по Хэйсюи, находящемуся в дюжине шагов. Если бы это был кто-то другой, этот удар оставил бы его инвалидом, если бы он, конечно, не умер. Но Хэйсюи с силой принял этот удар. Верхняя часть его тела немного дрожала, но нижняя не двигалась ни в малейшей степени. Хорошо. Мошикуан был очень счастлив. Он отличался от обычных чернильщиков и был чрезвычайно склонен к дракам. В этот момент он пришел в восторг и закричал. Еще. Он медленно взмыл в воздух, его белоснежные волосы свободно развивались в воздухе. Отойдя на некоторое расстояние от Хэйсюи, он начал быстро бить. Тени от ударов обрушились, как проливной дождь. Полупрозрачный кулак энергии выстрелил в Хэйсюи. Ара-ара-ара. Кулак энергии взорвался на броне Хэйсюи, издав звук, похожий на треск грома. Но Хэйсюи был похож на гигантский риф, который будет стоять, независимо от того, сколько морских волн ударит по нему. 56 летящих костяных щитов рассеяли на нем большую часть силы. Несколько кусков кулачной энергии ударили по его черному железу, как по броне, но это было бесполезно. Рассеянный поток энергии был полностью поглощен девятью призрачными лицами. Когда безумные атаки Моши Куана прекратились, нимб над Хэйсюи засиял тусклым зеленым светом и осветил летящий костяной щит, полностью заделав трещины в щитах. «Позволь мне вернуть тебе это», — Хэйсюи усмехнулся. Девять призрачных лиц открыли рты вместе и выплюнули десятки кулаков энергии. Поразительно, но нападение Моши Куана вернулось к нему в полном объеме. Моши Куан был ошеломлен десятью кулаками энергии. Кулаки взорвались на нем один за другим, и он рухнул на землю. «Ха-ха-ха, пиковая стадия четвертого ранга, ничего выдающегося», — тут же кто-то закричал. «Молодой господин Хэйсюи, один из трех командиров войск Черного Знамени», — нервно крикнул человек, стоявший рядом с Лювэню, четвертый по старшинству мастергу, специализирующийся на обороне. «Может, поможем Моши Куану?» «Не волнуйся», — Лювэню не волновался, он радостно улыбался, глядя на Хэйлулана, а затем на Хэйсюи на сцене. «Мой третий брат очень любит драться. Чем сильнее противник, тем больше он возбуждается. Хе-хе, смотрите, как разворачивается шоу. Ха-ха-ха, освежает, так освежает». Моши Куан вдруг разразился безумным смехом и вскочил с земли. Его глаза стали красными, как огонь, и он посмотрел на Хэйсюи горящим взглядом. «Ты довольно интересен, достоин того, чтобы я использовал половину своей силы», — серьезно сказал Моши Куан. «Хэйсюи, естественно, не был счастлив. Хэм, хвастливый парень, дай мне все, что у тебя есть». «Ха-ха-ха-ха, тело Моши Куана задрожало, из него вырвалась мощная нечеловеческая аура, похожая на ауру львов или медведей. Свист. Он бросился к небу с переполненной мощью, как у демонического бога, и поднял правую ногу. Здесь пребывает». Он взволнованно закричал и пнул правой ногой в сторону Хэйсюи. Свист. Внезапно завыл ветер, и безграничный воздух сгустился в огромную ступню. Эта нога была почти прозрачной величиной с небольшой холм. Она стремительно рухнула вниз с несравненной силой. Такое нападение. На мгновение не только Хэйсюи, но и Хэйлулан и другие уставились на него широко открытыми глазами. «Защищайся, используй всю свою силу». Несколько мастеров ГУ третьего ранга, которые отвечали за защиту площадки, кричали один за другим. Огромная нога топнула. Хэйсюи стиснул зубы и немедленно послал свои 56 летающих костяных щитов, чтобы взять ее. Но летящие костяные щиты не выдержали и секунды и были разбиты ногой. Затем огромная нога обрушилась вниз, как гора. Зеленый ореол был мгновенно разрушен. Девять призрачных лиц сделали все возможные, чтобы поглотить силу, но смогли ослабить только одну десятую ее, прежде чем рассеяться. Хаотический поток воздуха не мог рассеяться, пока его не подавила огромная нога. Хэйсюи почувствовал, как непреодолимая сила давит на его позвоночник. Он хотел сопротивляться, но был бессилен и через несколько вдохов был прижат к земле. Черная железная броня, сделавшая его знаменитым, была разбита на куски огромной силой. Треск. Звуки ломающихся костей непрерывно проникали в его уши, и большое количество крови вытекало из семи лицевых отверстий. Огромная сила все еще распространялась по окрестностям. Несколько оборонительных мастеров Гу должны были пожертвовать своими жизнями, чтобы сохранить световой барьер и не дать ему рухнуть. После того, как пыль рассеялась, Хэйсюи лежал на земле, как мертвая собака, неподвижная на последнем вздохе. Лицо Хэйлулана побледнело, когда он встал. Хэйсюи был одним из трех командующих войсками Черного Знамени. Без него боевая мощь отряда Черного Знамени упадет, по меньшей мере, на 20%. В то же время, Хэйсюи был сыном внучатого племянника Верховного Старейшины племени Хэй, так что это было вопросом первостепенной важности. Хэйлулан никогда не ожидал, что Моши Куан будет таким сильным. Его удар мог почти перепрыгнуть через царство и бросить вызов мастерам Гу пятого ранга. Хэйсюи не мог быть потерян, Хэйлулан немедленно послал приказ «Верните Хэйсюи». Тут же вперед бросились два мастера Гу третьего ранга. Оборонительные мастера Гу колебались, но, не желая обидеть Хэйлулана, не стали преграждать путь, вместо этого ослабив барьер. «Господин этот Хэйлулан совершенно бесстыден, он пытается нарушить правила. Отпустили меня», — возмущенно закричал старейшина племени Лю. Лю Вэню, однако, только усмехнулся. «Ничего страшного, пусть они испытают силу моего названного брата». Группа негодяев яростно закричал Моши Куан и замахал правым кулаком. Он, казалось, тащил тысячу цзюнь веса, когда двигал рукой, давая ощущение медленного напряжения силы. Огромная рука энергии, 50 футов в длину и 10 в ширину, быстро сформировалась под ошеломленным взглядом каждого. Свист. Рука энергии издавала звук, похожий на рев дракона или тигра, а также казалась ураганом, который сдует все. Огромная рука энергии яростно пронеслась через них диким и необузданным образом. Если бы она пересекла горы, она сломала бы их, и если бы она пересекла моря, она бы их расколола. Два мастера третьего ранга Гу, которые пришли спасти Хэйсюи, были как мухи, когда их подхватила огромная рука энергии. Рука энергии затем пронеслась за пределы сцены, вызывая звуки ударов и криков. Многие наблюдающие мастера Гу, которые не смогли вовремя увернуться, были разбиты в фарш рукой энергии. Хэйлулан и его группа поспешно отступили, чтобы избежать главного удара. Ищет смерти, убей его. Он действительно напал на нас, давайте нападем на него вместе. Хэйлулан и его группа, которые избежали главного удара атаки, сделали свои ходы один за другим и сразу же разбили руку энергии. Ха-ха-ха, больше. Мошикоан не выказал ни малейшего страха, столкнувшись лицом к лицу со столькими мастерами Гу, а наоборот, стал еще более счастливым, его боевые намерения пылали огнем. Вместо того, чтобы отступить, как тигр, спустившийся с горы, он двинулся вперед, его борода трепетала, когда он приближался к Хэйлулану и группе. Нехорошо, третий брат опять взбесился. Лю Ваню больше не мог оставаться спокойным, он махнул рукой. Все, следуйте за мной, чтобы поддержать третьего брата. Сторона племени Лю также вступила в битву. Собрание героев немедленно превратилось в хаотический беспорядок, внезапно развернулась беспрецедентная большая хаотическая битва. Мошикоан бесновался на поле боя, а Хэйлулан вместе со своей группой ловко схватил Хэйсю и отступил. Мастера Гу племени Чай бросились на водяного демона Хаотзилю, и тяжело раненый Хаотзилю мог только бежать. Это был хаос, черт. Это всего лишь собрание героев, мы абсолютно не можем иметь такую битву и нести огромные потери, иначе как мы будем соперничать за императорский двор? Что делать? Даже если наша сторона победит, это будет жалкая победа. Лю Ваню и Хэйлулан чувствовали, что ситуация далека от хорошей, они пытались остановить ее, но это было напрасно. Вой. В этот момент откуда-то издалека донесся отчаянный волчий вой, свидетельствующий о присутствии императора зверя. Вой. Вскоре последовал волчий вой. Он слился в великий и величественный вой, который разнесся по всему небу и земле. Глава 499. Нефритовая волчья кожа Гу. Что случилось? Приближается волчий прилив. Так много волков. Там ночные волки, ветровые волки, волки-горностаи, подождите, там водяные волки и алые огненные волки. Потрясенные голоса закричали, когда люди прекратили сражаться, обернувшись и сосредоточив свое внимание на волках. Но они увидели великую армию волков, приближающуюся со всех сторон. Всевозможные волки северных равнин собирались вместе. Черные и проворные ночные волки, элегантные ветровые волки, оборонительные волки-горностаи, чистые, как снежная вода, водяные волки и покрытые пылающим пламени малые огненные волки. Эти волчьи группы объединялись, каждая насчитывала, по меньшей мере, несколько десятков тысяч. В тот же миг армия великого волка заполнила все поле зрения, заставляя людей чувствовать удушье, когда холод рос в их сердцах. Группа людей медленно двигалась под защитой волчьих групп. Большое количество фермерских червей гу, чернокожих жирных бронированных жуков несли огромное количество ресурсов, в то время как ящерицы дамагу двигали свои четыре конечности вперед. Один из них нес большой флаг племени, символизируя расположение главной палатки. На голубом флаге было написано огромное слово «Г». Это племя Г. Значит, это армия волков Ченшаниня? Разве Ченшанинь не сражался с тремя племенами подряд, раз его группы волков расширились так сильно? Подозрения и вопросы переполняли людей. Согласно нашей информации, у волчьего короля есть ночные волки, ветровые волки и волки-горностаи. Но где он взял всех этих водяных волков и алых огненных волков? Выражение лица Лювыню было мрачным. Старший брат, Мошикоан вернулся к Лювыню. Огромные группы волков заставили его сердце тайно подпрыгнуть. Наличие водяных волков можно объяснить тем, что племя Г так долго оставалось на озере полумесяца, а водяные волки там встречаются чаще всего. Но может ли кто-нибудь сказать мне, откуда взялись эти 80 тысяч огненных волков? Алые огненные волки встречаются гораздо реже, чем ветровые, водяные и ночные волки. Они обладают самой сильной атакующей силой среди диких волков. Мы должны четко проверить, где Чан Шанинь внезапно получил такую мощную силу. Кто-нибудь может мне сказать? В тот же миг бесчисленные вожди племен и старейшины прокляли разведку мастеров Гу в своих племенах. Забудь про алых огненных волков, посмотри на этого самого большого ночного волка, это волчий император. Чжун Фэй Ю показывал вперед и кричал. Правда была в том, что как только появился император ночных волков, многочисленные взгляды уже оценивали его. Это действительно император ночных волков, власть волчьего императора была абсолютной, после того как бойца Ацуань разъяснил это. Все ахнули. Волчий император. Это было равносильно силе мастера Гу пятого ранга. Чан Шанинь был всего лишь мастером четвертого ранга Гу, он фактически контролировал волчьего императора. Как и следовало ожидать от известного персонажа, героя северных равнин, того, кто однажды в одиночку победил Хатугу и его группы бандитов этой легенды. Черт побери. Как ему удалось так окрепнуть. Волчий император уже наравне с Мацзуном, Цзян Байя и Ян Патянем. И Ян Фы, который хотел отомстить, сжал кулаки, армия великого волка заставила его почувствовать сильную беспомощность и поражение. При виде приближающейся к ним армии волков у всех на лицах появилось мрачное и испуганное выражение. Хаотичное сражение прекратилось, все собрались вокруг Лювыню и Хэйлулана, занимая свои позиции. Вскоре после этого на глазах у всех Фан Юань поскакал верхом на белоглазом волки вслед за Гагуаном и остальными и добрался до Хэйлулана. Король волков Чэн Шанинь, я давно слышал твое имя. Первым его приветствовал Хэйлулан. Тело Хэйлулана было громоздким, как у разъяренного медведя, его неровные блестящие белые зубы были похожи на кинжалы, дающие людям ощущение безжалостности. Его треугольные глаза сверкали угрожающим блеском. Этот человек был чрезвычайно развратным, это был хорошо известный факт в северных равнинах. Фан Юань легко рассмеялся и повернулся к Лювыню. Лювыню был одет в белое, саурой ученого, похожего на идеального молодого мастера. Его глаза были мягкими, а лицо, как нефрит. Рядом с ним стоял девятифутовый чернильный человек, его тело было черным, а волосы белыми. Он стоял, как страж. Он был первым яростным генералом в этом соревновании императорского двора, Моши Куаном. Сердце Лювыню подпрыгнуло. Глубокий взгляд Фан Юань заставил его почувствовать себя неловко. Вражда племени Чан и Чан Шаниня уже распространилась по всему миру во время битвы у озера Полумесяца. Прямо сейчас племя Чан уже подчинилось Лювыню. Если Чан Шанинь хочет отомстить племени Чан, ему сначала придется иметь дело с Лювыню. Фан Юань отвел взгляд, посмотрел на Хэй Лулана и сказал простым тоном, но его голос прозвучал в ушах каждого. Причина, по которой я вернулся, это месть. По совпадению, проходит конкурс на вход в императорский двор. Это также позволит мне встретиться со всеми великими героями северных равнин. Брат Лулан, почему бы нам не объединиться? Зрачки Хэй Лулана сузились. Он радостно встал, подошел к Фан Юаню, схватил его за плечи и засмеялся. Получить помощь Волчьего Короля было бы для меня величайшей честью. В племени Хэй Люди внезапно взорвались громкими приветствиями. Твой поверженный противник, Хао Цзилю, уважает Волчьего Короля, водяной демон с трепетом отдал дань уважения Фан Юаню. Хэй Лулан нахмурился и тут же обернулся, хотя Хао Цзилю и получил некоторые заслуги, но если он оскорбит Чан Шаниня, Хэй Лулан должен будет убить его, чтобы выразить доброжелательность по отношению к Чан Шаниню. Но Фан Юань кивнул Хао Цзилю, неважно, просто делай все возможные с этого момента. Хао Цзилю облегченно вздохнул. Ха-ха-ха, у Волчьего Короля действительно большое сердце, такое великодушие. Хэй Лулан смеялся все громче, Хао Цзилю был мастером ГУ четвертого ранга, абсолютным экспертом. Теперь, когда он получил лучшие из обоих миров, он был вне себя от радости. В то время как племя Хэй радовалось, племя Лю погрузилось в раздумья. Хотя Лю Ваню предсказал это, его настроение все еще было ужасным. Если бы я знал об этом, то не согласился бы на просьбу племени Чан. Как может племя Чан сравниться с Чан Шанинем? Но теперь, когда дело сделано, я не могу спасти ситуацию. Он вздохнул про себя. Янь Цуэр была его будущей женой, но он мог отказаться от нее. Не только из-за патриархальных традиций, но и потому, что племя Янь было истреблено. Но сила племени Чан оставалась нетронутой. Если бы он действительно отказался от племени Чан, это заставило бы все племена, которые подчинились ему, чувствовать уныние и страх. Он, Лю Ваню, не мог сделать такую вещь. Вождь племени Хэй, мое племя Ван хочет присоединиться к вам. Что ты думаешь? Хэй Лулан, на этот раз мое племя Ван поставит на тебя. Ваше племя готово подчиниться племени Хэй. Несколько нерешительных крупных племен сразу же встали на сторону Хэй Лулана. Хотя у Лю Ваню были свирепые генералы вроде Моши Куана, король волков Чан Шанинь заключил союз с Хэй Луланом. С такой огромной волчьей группой, как Авангард, кто знает, сколько жизней людей будет спасено в будущем. Таким образом, все племена на ассамблее героев Юй Тянь сделали свой выбор. Большая часть присоединилась к Хэй Лулану, а остальные перешли к Лю Ваню. Ха-ха-ха, парень из племени Лю, в следующий раз мы встретимся на поле боя. Брат Лулан, до встречи. Сейчас было не время сражаться. За пределами Юй Теня оставалось еще несколько могущественных сил. Две группы бдительно следили друг за другом, удаляясь к своему основному лагерю. На обратном пути Лю Ваню позвал старейшину племени и публично упрекнул его, откуда пришли волки Чан Шаниня. Исследуй, исследуй это. Да, молодой господин. Я обязательно исправлю свою ошибку. Старейшина племени ушел, по его лбу стекали капли пота. Брат, не волнуйся. Независимо от того, сколько у него волков, я могу напрямую на посте убить этого Чан Шаниня, Моши Куан бесстрашно утешил его. Но Лю Ваню был погружен в свои мысли. Против мастера пути порабощения он определенно выбрал бы тактику обезглавливания лидера. Но теперь, когда Чан Шанинь отправился к Хэй Лулану, когда они снова встретятся в бою, племя Хэй определенно будет защищать его. К тому времени убить его будет чрезвычайно трудно. Но он не мог игнорировать беспокойство своего названного брата. Лю Ваню слегка улыбнулся, похлопав Моши Куана по плечу. Хе-хе, третий брат, ты непревзойденный воин, который может легко взять голову врага, конечно, я доверяю тебе. Старший брат, ты забыл о втором брате. Если он не выйдет из своей замкнутой культивации, мы, три брата, сможем работать вместе, чего бояться во всех северных равнинах. Моши Куан рассмеялся. Второй брат, глаза Лю Ваню засияли, давление в его сердце поднялось. Правильно, если второй брат выйдет, Чан Шанинь не наш соперник, когда мы работаем вместе, но теперь мы не должны беспокоиться о племени Хэй, это беспокойное племя. Мы должны взять западную область и собрать наши силы, чтобы укрепить себя. Делай, что хочешь, брат, я пойду за тобой. В то же время в другой группе Хэй Лу Лан громко рассмеялся. Ха-ха-ха, после сегодняшнего дня новости ассамблеи героев Юй Тянь будут распространяться, все силы вокруг почувствуют большую головную боль. Брат Шанинь, твоя армия волков определенно вызовет у них подозрения и страх. Фан Юань был очень силен, Хэй Лу Лан давно обратил на него внимание. Теперь, когда он присоединился к нему добровольно, этот лидер племени Хэй определенно должен был построить отношения с ним. Он не только относился к Чан Шаниню как к равному, когда они разговаривали, он даже начал называть его братом. Услышав слова Хэй Лу Лана, Фан Юань понял, что это тайная инквизиция, и рассмеялся. По правде говоря, я не ожидал такой выгоды. Тогда, в Луковой долине, я оставил несколько волков. Подумать только, что после стольких лет они расширятся до такой степени. Гагуан рядом с ним также сказал. Верно, когда Верховный Старейшина вышел из Луковой долины, бесконечное количество волков ошеломило нас всех. Правда заключалась в том, что после того, как Фан Юань отправился в Луковую долину 1, он открыл звездные врата и соединил их с Бессмертной Благословенной Землей Ху, выведя большую часть волков внутрь. Когда он привел группу волков обратно в племя Гэ, почти все они мели. Таким образом, все племя Гэ было свидетелями. В то же время он замел следы в Луковой долине. В данный момент доказательства были тверды, как скала. Ха-ха-ха, удача брата Шаниня поистине восхитительна. Позволить волчьим группам развиваться самостоятельно, беспомощная мера, редко что-то получаешь. Брату удалось получить некоторые выгоды, ты действительно обреченный человек, даже небеса хотят, чтобы ты вышел из уединения еще раз. По правде говоря, после твоего исчезновения вся северная равнина погрузилась в молчание. Небеса не хотели этого видеть, они не хотели, чтобы такой великий человек, как брат, оказался запертым в горах. Словах и Лулана были полны лести, это звучало так, как будто вся северная равнина имела только Чан Шаниня. Но Фан Юань нарочно улыбнулся, высокомерно рассмеявшись. На этот раз я хочу отомстить, но я также хочу спарринг с Матзуном, Ян Пайни Митзян Байя. Наконец, я хочу использовать благословенную землю императорского двора и повысить свое культивирование. Говоря это, он вел себя так, словно весь императорский двор принадлежал ему. Услышав такие высокомерные слова, даже водяной демон Хаат Зилю прикусил язык. Хорошо это стремление истинного человека северных равнин, хвалил Хэй Лулан, показывая большие пальцы Фан Юаню, вынимая червягу и протягивая его ему. Хороший гу принадлежит героям, так как брат Шанинь пришел ко мне, это моя честь. Этот гу пятого ранга, наш подарок навстречу, пожалуйста, прими его. Фан Юань взглянул, это была нефритовая волчья кожа гу, у нее была отличная защита. Фан Юань слышал о рецепте этого гу еще в своей прошлой жизни, этот гу был сделан с использованием живого волка императора. Если император волк действительно существует, то Фан Юань предпочел бы, чтобы он стал частью его войска, а не принес его в жертву и превратил в гу. Хотя Фан Юань мог использовать желтые небеса сокровищ, чтобы получить гу пятого ранга, эта нефритовая волчья кожа гу подходила для его пути порабощения. Ему потребовалось бы много времени, усилий и, самое главное, бессмертных камней сущности, чтобы получить такого гу. В конце концов, у Фан Юаня осталось только два камня бессмертной сущности. Теперь, когда этот гу был отдан ему бесплатно, это было лучше всего. Хорошо, я с радостью приму его, сказал Фан Юань и действительно схватил этого гу без колебаний. Рано бы преподобный гу описание интеллект людей развивается по десяткам тыс эволюций, а гу это абсолютные духи рая и нашего мира. Три собора были нечестивыми и это привело к рождению демона. Прошлое стало всего лишь устаревшей мечтой, как о них молвит, о чудаке во времени, который продолжает возрождаться как само время, исключительный и который увеличивается, развивается и, и в этом самом мире. Колва глав 501-689, глава 500, запертые внутри и снаружи, режущие шипы и лозы. 12 дней спустя, в потайной комнате Фан Юань сидел на подушке с закрытыми глазами, все его тело было напряжено, а разум пребывал в безмятежном спокойствии. Его внимание было сосредоточено исключительно на нефритовой волчьей шкуре гу, которая была в его отверстии. В настоящее время гу плавал на вершине первобытного моря в его первом отверстии. Первобытная сущность непрерывно изливалась на него, что заставляло гу испускать нефритовый свет. Свет исходил из отверстия и освещал все тело Фан Юаня. Постепенно лучи света потускнели. Вся нефритовая волчья кожа гу рассеялась в крошечные флуоресцентные частицы, тщательно разрушенные. Фан Юань уже мысленно подготовился. Гу должен был быть съеден и оставил бы отпечатки на теле мастера гу, похожие на бронзовую кожу гу и железную кость гу. Последние несколько дней я был в постоянном уединении, мое тело наконец-то очистилось до нефритовой волчьей шкуры. Фан Юань медленно открыл глаза и, оттянув манжеты рукавов, осмотрел кожу на руках. Его кожа все еще сохраняла естественный цвет плоти, но когда Фан Юань достал кинжал и безжалостно полоснул им по руке, немедленно эффект гу активировался. Когда кинжал коснулся его кожи, она немедленно стала ядовито-зеленой, в то время как слабые линии черепашьих панцирей пульсировали наружу. Порез кожи был похож на столкновение с железом или, возможно, нефритом, но кожа все еще сохраняла некоторую гибкость. Фан Юань удовлетворенно кивнул. Нефритовая волчья шкура гу имеет пятый ранг, ее защитная сила действительно замечательна. Самое главное, он не требует активного использования. Если на тебя нападают, защитные свойства активируются, это чрезвычайно практично, поскольку в процессе не расходуется первобытная сущность. Для бессмертного гу не составляло труда получить гу пятого ранга, хотя для смертных мастеров гу они были довольно редки. Большое число мастеров гу пятого ранга обладают только одним гу пятого ранга. Некоторые даже не имеют такого гу, но прибегают к гу четвертого ранга в качестве замены. При встрече с Фан Юанем Хэйлулан немедленно использовал нефритовую волчью шкуру гу, чтобы соблазнить его, что в глазах окружающих было огромным капиталовложением. В глазах Фан Юаня гу пятого ранга не бог весть что, но это позволяло ему чувствовать искренность Хэйлулана. Модификация нефритовой волчьей кожи завершена. Следующий шаг увеличить мою силу. Фан Юан неподвижно сидел на подушке, ловя каждую минуту, старательно наращивая силы. Он послал силу в 10 дзюньгу. Этот гу был как железный груз. После того, как он был наполнен первобытной сущностью, он повис над головой Фан Юаня, а затем расцвел с прославляющим сиянием, покрывая все его тело, как гравировка определенного пути силы даа на его теле. С течением времени сила Фан Юаня медленно и неуклонно росла. Некоторое время он безостановочно тренировал свою силу. Он уже израсходовал 5 сил из 10 дзюньгу, купленных ранее. Теперь ему придется использовать инвентарь племени Хэй, чтобы получить больше силы 10 дзюньгу. К этому времени тело Фан Юаня содержало в себе силу 60 дзюнь, хранящуюся в самых глубинах его тела. 10 дзюнь – сила 300 дзюнь, 60 дзюнь – сила 1800 дзюнь. Клинок зеленого дракона весил всего 82 дзюнь. Я уже усовершенствовал это тело, таким образом оно может вместить около 100 дзюнь силы. 100 дзюнь силы или больше будет в пределах области 5 ранга. Рецепты дзюнь силы гу и дзюнь силы гу были изобретением бессмертного гу 7 ранга. По сравнению с традиционными звериными силами гу, их было легче усовершенствовать, при этом они стоили дешевле, и поэтому были широко распространены на севере. Фан Юян оставил своего фантома зверя гу и поднял дзюнь силу гу, чтобы не только идти в ногу с текущими событиями, но и сделать свой путь более удобным, позволяя ему замаскировать свою собственную личность. Однако сила дзюнь гу не смогла разрешить основную проблему пути силы. В Фан Юяне было 60 силы дзюнь, но на практике он мог использовать лишь небольшую ее часть. Чтобы решить проблему, ему придется положиться на все усилия гу. Все усилия гу могли позволить мастеру гу использовать всю силу своего тела, позволяя им полную свободу проявлять силу, это было действительно ядро гу пути силы. Поэтому Фан Юян решил, что это будет его второе жизненно важное гу. Но это всеобщее усилие гу было всего лишь гу 3 ранга, и пребывание в чужом месте привело к тому, что оно было подавлено до 2 ранга. У Фан Юяня был рецепт для 4 ранга тотального усилия гу, таким образом, пока он находится в северных равнинах, когда он очистит гу до 4 ранга, он не будет затронут подавлением. Но было бы трудно продолжать накапливать. Нефритовая волчья кожа помогает в переносе веса моей силы, но не приносит пользы пути порабощения. Хотя у меня 2 отверстия, у меня только одно тело. В этом мире мало что могло удовлетворить все потребности. Продвигаясь по пути силы, он не мог одновременно продвигаться по пути порабощения. Если Фан Юянь хотел продвинуться по пути порабощения, он должен был взять не нефритовую волчью шкуру гу, а другого гу 5 ранга, известного как волчий татым гу. Этот гу можно использовать для хранения волчьих стай. Они будут храниться в его коже, и для каждого дикого волка, которого он держит, татуировка волка также сформируется на коже Фан Юяня. Многие мастера пути порабощения гу выбрали бы соответствующий татым гу и держали бы элитные войска в своих телах. В критические моменты мастера гу раскрывали силу своих элит, призывая их и заставляя сражаться. Как и раньше, Фан Юянь использовал 4 ранг непостоянства кости гу, что позволило ему еще больше укрепить свою душу. Но непостоянство кости гу не принесло пользы силе пути. Фан Юянь может быть мастером гу как пути силы, так и пути порабощения, но это было непросто. Легко было вызвать катастрофу на обоих путях. Проблемы Фан Юяня были далеки от этого. Весенне-осеннее цикадо постепенно приходило в себя, вновь подвергая его давлению смерти. Его частые входы и выходы из бессмертной благословенной земли ху привели к тому, что его запас звездного светличка гу уменьшился. Огромное желание секты бессмертного журавля к бессмертной благословенной земле ху, внимание таинственной силы из зафиксированного бессмертного путешествия гу, проблема восстановления фиксированного бессмертного путешествия и бессмертной грязевой каши гу, земное бедствие бессмертной благословенной земли ху, кризис, связанный со смертью горы Данхун и постоянно притворяющийся Чан Шанинь, и умственное давление, чтобы убедиться, что я не показываю никаких слабостей или недостатков. Положение его было ужасно, можно даже сказать, что он был осажден со всех сторон. Но из-за кризиса я с нетерпением жду момента, когда смогу прорваться сквозь колючки и чертополох и освободиться от забот. Фан Юань холодно рассмеялся, приводя в порядок свои мысли, и вышел из потайной комнаты. За дверью потайной комнаты стояли, как стражи, два мастера гу третьего ранга. Личность волчьего короля была главной причиной этой ситуации. После прибытия в лагерь племени Хэй они немедленно решили строго защищать его. Приветствуем тебя, волчий король. Когда два мастера гу увидели, что Фан Юань вышел, они немедленно отдали честь и доложили ему. Господин Хэй Лулан пригласил других лордов на банкет, чтобы провести важное дело. Вернувшись на территорию племени Хэй, Хэй Лулан устроил один большой пир почти на три дня, а еще пять дней провел на меньшем пире. Несколько приглашений было отправлено Фан Юаню, но он был занят культивированием. Каждое отправленное приглашение было отвергнуто им. Фан Юань соревновался со временем, чтобы увеличить свою силу, что также соответствовало высокому и высокомерному характеру Чэн Шаниня. Хотя на этот раз банкет был необычным. Есть важные вопросы для обсуждения. Шаги Фан Юаня замерли, и он изменил свое обычное отношение к банкетам. Пошли. Тайная комната была построена под землей. Фан Юань вышел из своей потайной комнаты и поднялся над землей. Завеса ночи уже окутала небо, звезды были разбросаны вокруг. Как он и ожидал, все дело было в клятве на крови. В эти дни банкет не был обычным декадансом Хэй Лулана. Скорее, он был сосредоточен на переговорах между лидерами, обсуждающими контракты Альянса. Это собрание героев было лишь предварительным этапом к созданию подлинного союза, который объединил бы силы всех сторон в один союз. В контракте Альянса уже согласовывались различные вопросы, и лидеры теперь работали над интересами своих отдельных племен. Фан Юань посмотрел на содержимое и не увидел никаких проблем, поэтому вместе со всеми остальными он использовал ядовитую клятву Гу. Ядовитая клятва Гу обладала силой ограничения, а также была основой построения взаимного доверия. Но Фан Юань был исключением. Он обладал способностью поглощать слова Гу. Через 200 лет этот Гу будет разработан вождем западной пустыни. Когда он был в городе Клана Шан, он использовал его, чтобы нарушить свою ядовитую клятву с Байнин Беном. И теперь, когда он мог соединиться с сокровищем Желтых Небес, если он хотел удалить ядовитую клятву, ему просто нужно было снова очистить ее. Главный шатер был ярко освещен, и у каждого племени было свое место. Хэллу Лан занял центральное место, а первым слева от него сидел Фан Юань, а позади него стоял Гагуан. Молодому вождю племени было трудно скрыть свое счастливое выражение. Второе место в Альянсе было результатом цепляния за Фан Юань, их преимущества превосходили преимущества любого обычного среднего племени. После Фан Юань сидели вожди больших племен, племени Ван, племени Фан и племени Е. В то время как вниз по линии были лидеры средних племен и, наконец, лидеры небольших племен, а также эксперты демонического пути четвертого ранга. Теперь Альянс начал свое предварительное объединение, прежде чем они превратились в рыхлый песок. Ха-ха-ха, теперь мы все семья. Согласно общепринятой традиции, после того, как мы заключили союз, нам нужно провести большой пир. Но эти традиции и условности полная чушь. Я уже придумал кое-что получше. Вместо того, чтобы аннексировать эти слабые силы, мы должны вместо этого собирать диких волков. Хэллу Лан начал свою речь. Вскоре все взгляды сосредоточились на лице Фан Юяня. Цвет лица Фан Юяня был бледным, его глаза метались по комнате, в глубине души он понимал, что, присоединившись к ним, он уже изменил историю. Он смутно помнил, что 500 лет назад, после того, как был сформирован союз Хэллу Лана, он немедленно напал на восток, развязав кровавую войну с племенем Дунфан. Но это хорошо, хотя Хэллу Лан победил племя Дунфан, он понес огромные потери в этом процессе. Хэллу Лан, очевидно, принимает во внимание моего императора ночного волка, что и ожидалось. С императором ночных волков он мог включить в свою армию мириады зверей. Расширение группы волков будет для меня большим событием. Фан Юань на мгновение задумался и кивнул всем. Поскольку это так, я сделаю свою часть. Никто в лагере не возражал. Чем больше будет волков, тем больше пользы они получат, при этом понесут меньше потерь, максимально сохранив силу своих племен. Хэллу Лан сильно полагался на Чан Шаниня, все понимали и соглашались. Было бы стыдно иметь такого великого мастера пути порабощения и не использовать его. Что касается резкого увеличения силы волчьего короля, то им не нужно было слишком беспокоиться. Они не знали о еде слов Гу и полностью доверяли ядовитой клятве Гу. Поскольку обет уже был заключен, им не нужно было беспокоиться, что волчий король воспользуется их интересами. Вскоре после их обсуждения весь альянс племени Хэй начал активно работать. Мастера Гу из больших и малых племен посвятили себя расширению волчьей стаи Фан Юаня. Глава 501. 500 тысяч волков начинают войну. В траве, окутанной ночью, Саны бежал, спасая свою жизнь. Пронизывающий до костей ветер налетел на него, но он, тем не менее, сильно вспотел. «Быстрее, быстрее!» – кричал он в своем сердце, изливая свою первобытную сущность в движении Гу. Вой! Позади группа ночных волков приближалась к нему. Причиной этого был труп детеныша ночного волка в руке Саны, что привело к преследованию, которое продолжалось несколько минут. Если бы это было раньше, эти несколько минут исчезли бы в мгновение ока для Саны. Но когда мириады волков преследовали его, Саны чувствовал, что каждая секунда времени проходит очень медленно и невыносимо. «Наконец-то я пришел», увидев перед собой небольшой овраг, Саны с вновь обретенной силой бросился к нему. Грохот. Около 20 тысяч ночных волков последовали за ним в овраг, как темный поток. Они вошли, мастера Гу, лежащие в овраге, кричали от радости. «Быстро собирай сеть, не упусти ее», – мастер Гу третьего ранга, который был лидером этой группы, немедленно отправил команду. «Земляная стена, поднимись», группа мастеров Гу второго ранга одновременно активировала земляной курган Гу второго ранга. Такое количество земляного кургана Гу, активированного вместе, заставило камни на входе в этот узкий овраг быстро подниматься, образуя барьер, подобной земляной стене третьего ранга Гу. В то же время на другой стороне оврага находились десятки мастеров Гу, которые активировали падающие камни Гу. Большое количество камней упало вниз и прочно заблокировало вход. Выход в этот овраг был уже опечатан. Теперь, когда вход также был заблокирован, группа ночных волков, которая вошла, была похожа на черепаху, пойманную в ловушку в банку. Король Мириад ночных волков увидел, что ситуация ухудшилась, и сразу же привел группу волков, чтобы подняться по оврагу и пересечь его. Однако в это время в небе раздался унылый и величественный волчий вой. Фан Юань ехал на императоре ночных волков, приказывая большому количеству ночных волков атаковать сверху. Глаза группы диких ночных волков покраснили, они яростно завыли, но колебались из-за присутствия волчьего императора. Ясный Умгу. С помощью мысли Фан Юань призвал ясный Умгу. Это был Гу четвертого ранга. После того, как первобытная сущность влилась в него, он немедленно превратился в прохладный ветер. Прохладный ветер мягко дул над районом. Группа ночных волков, которая начала сходить с ума из-за эффекта лукового взрыва Гу, немедленно пришла в себя, когда этот холодный ветер дул над ними. Волчий император снова завыл, превратив эту дикую группу ночных волков в хаотичный беспорядок. Их формирование рухнуло, и их воля к борьбе получила огромное влияние. Фан Юань рассмеялся и приказал своей группе волков атаковать по-настоящему. Уже были мастера Гу, которые запутывали дикого короля Мири от волков. Фан Юань сначала мобилизовал свою группу волков, чтобы разделить диких ночных волков, прежде чем начать грызть их. Вся ситуация была под его твердым контролем. Затем он приблизился к дикому королю Мири от волков, а затем, в подходящее время, использовал четвертый ранг волчьего порабощения Гу. В конце концов, ему всего лишь пришлось заплатить жизнью нескольких сотен ночных волков, чтобы беспрепятственно принять этого волчьего короля и около 20 тысяч волков. После этого большого успеха мастера Гу остались, чтобы очистить поле битвы, в то время как Фан Юань вел увеличенную группу волков к следующему пункту назначения. Там его ждала еще одна большая группа диких ночных волков. Ты сделал хорошо, лидер третьего ранга похлопал Саны по плечу и дал ему 500 первобытных камней вместе с Гу третьего ранга. Саны вытер под солба и посмотрел на эти первобытные камни и Гу, тяжело дыша. Затем он посмотрел вдаль, глядя на удаляющуюся фигуру Фан Юяня с завистью и восхищением. Хотя я мастер Гу третьего ранга и имею некоторую известность на демоническом пути, я не могу сравниться с волчьим королем. Это действительно большая шишка. Когда у меня будет такое достижение. В эту ночь Фан Юань бродил по тысячам ли нашел 70 тысяч диких ночных волков. Только к рассвету, когда ночные волки не вышли на охоту и все вернулись в свои гнезда, Фан Юань повел группу волков обратно в лагерь племени Хэй. После того, как Хэй Лулан основал альянс с концепцией безопасности в количестве, пять огромных лагерей были размещены поблизости. Группа волков Фан Юяня была разделена между этими пятью лагерями для специализированных людей, чтобы кормить их. За эти несколько дней он принял большое количество ночных волков. Группа ночных волков, которая первоначально была только около 30 тысяч, теперь увеличилась до 320 тысяч. Группа ночных волков стала самой большой силой в войсках Фан Юяня за один раз. Добавляя волков алого пламени, ветровых волков, водяных волков и других, группа волков Фан Юяня достигла огромных размеров в 530 тысяч. Именно благодаря императору ночных волков я смог так легко объединить ночных волков, устроив волчью группу. Фан Юянь принес свое измученное тело обратно в потайную комнату, чтобы отдохнуть. С увеличением группы ночных волков количество королей мириад волков Фан Юяня также увеличилось в несколько раз. Это большое количество королей мириад ночных волков. Ночных волков создали бремя на его душе, заставляя его чувствовать тяжесть в глубине души. Проспав несколько часов, Фан Юяня открыл глаза, сел, скрестив ноги, на подушку и продолжил культивировать волчья душа Гу. Он использовал душу волка Гу, медленно превращая свою душу тысячи человек в душу человека-волка. Раньше у него была душа человека-волка уровня сотни душ, которая имела человеческое тело, волчьи уши, волчий хвост и волчьи когти. Но впоследствии он использовал большое количество кишок Гу на горе Данхун, и его душа быстро увеличилась до тысячи человеческих душ. Это заставило эффект волчьей души Гу истончиться, и его душа возвратила вид нормальной души. Эффект волчьей души Гу не был ясен, после более чем двух часов это только немного удлинило волчьи уши на человеческой души Фан Юяня. Но у Фан Юяня тяжелое чувство в глубине его души поднялось намного. С душой человека-волка контролировать группы волков стало бы намного легче, потому что волки признали бы мастера Гу как одного из своего собственного вида из глубины своей души. К сожалению, у меня нет волчьей души Гу 5 ранга, и я могу использовать только волчью душу Гу 5 ранга. Его воздействие на 100 человеческих душ понятно, но эффекты сильно ослабли, когда я продвигался через тысячу человеческих душ. После использования его в течение длительного времени Фан Юяня остановил его, чувствуя некоторые сожаления в своем сердце. Тем не менее, Гу 5 ранга никогда нельзя было легко получить. Очищение волчьей души Гу 4 ранга требовало неповрежденной души короля Мири от волков. Но для совершенствования волчьей души Гу 5 ранга требовалась душа волчьего императора. Более того, даже мастер утончения имел бы только около 50% шансов успешно усовершенствовать волчью душу Гу 5 ранга. Фан Юяня думал купить его в сокровищнице желтых небес, но когда он вспомнил, что у него осталось только два камня бессмертной сущности и таинственная сила, скрывающаяся в темноте, он развеял этот план в целях безопасности. Хотя я не могу напрямую купить его в сокровищнице желтого неба, я уже упоминал об этой просьбе Хэйлу Лану. Племя Хэй является частью семьи Хуан Цзинь, а их высшие старейшины – бессмертные Гу, поэтому они имеют чрезвычайно глубокие основы. Прошло уже 2-3 дня, я могу спросить его сейчас. С этой мыслью Фан Юянь вышел из секретной комнаты и встретился с Хэйлу Лана, но он сказал, что его руки связаны. Брат Шанинь, по правде говоря, я уже написал письмо с просьбой к верховным старейшинам, но они подумали, что было бы лучше дать живого волчьего императора вместо волчьей души Гу пятого ранга. И волчий император не может быть дан случайно, их намерение состоит в том, чтобы использовать боевые заслуги, чтобы обменять на него. В конце концов, мне нужно убедить и массы. Хэйлу Лан был очень хитер, с тех пор как Фан Юянь дал ядовитый обет, его отношение больше не было таким сердечным, как раньше. Вместе с тем, что он использовал большое количество рабочей силы и физических ресурсов в эти дни, чтобы помочь Фан Юяню включить группу ночных волков, он чувствовал, что сделал более чем достаточно для Фан Юяня. Одновременно волчья группа Фан Юяня расширилась более чем до 500 тысяч зверя. Такая большая сила также заставляла его внутренне чувствовать страх. Несмотря на запрет ядовитой клятвы, Хэйлу Лан был подсознательно защищен. Фан Юянь кивнул и выразил свое понимание. Он также приказал духу земли внимательно следить за сокровищницей желтых небес, чтобы получить любых волчьих императоров, родившихся на северных равнинах. К сожалению, звериных императоров редко продавали. В те дни на продажу выставляли императора зверей, но это был император кабанов, а не волков. Фан Юянь понял из слов Хэйлу Лана, что он уже не может сдерживаться и уже готовится начать военную кампанию. В эти дни Тян Цуань, Мэн Цу, Цаафу и все остальные районы северных равнин уже вступили в бой. Среди популярных кандидатов на владение императорским двором на этот раз только племя Хэй сдерживало и увеличивало группу волков. Теперь, когда они уже накопили достаточно волков, Хэйлу Лан, который был полон надежды, уже был нетерпелив. Тогда, брат Лу Лан, на какую силу ты хочешь напасть первым делом? Спросил Фан Юянь. Хэйлу Лан от души рассмеялся и похлопал Фан Юяня по плечу. Маленький брат действительно острый. Я не буду скрывать это от брата, я хочу напасть на Цаафу и уничтожить племя Дун Фан. Племя Дун Фан имеет много красавиц, особенно Дун Фан Цин Юй, которая является известной красавицей в северных равнинах. Я хочу убить всех их мужчин и захватить всех их женщин. Ха-ха-ха. Фан Юянь был немного ошеломлен. История все еще шла в том же направлении. Сделав крюк, фокус все еще возвращался к племени Дун Фан. Но моя пятьсоттысячная волчья группа отличается от той, что бы была в моей предыдущей жизни. Племя Дун Фан Хи-Хе, Фан Юянь усмехнулся про себя. Достигнув этой стадии, он уже мог влиять на развитие будущего. Ну и что? Пусть история полностью изменится. Пока перед ним прибыль. Так что, если небо и земля рухнут, или если наводнения достигнут небес, какая разница, если его репутация будет вонять десять тысяч лет? На следующий день племя Хи полностью вытянуло лагерь и начало величественную экспедицию к Цаофу. Эта новость сразу привлекла внимание всех видов сил. Ситуация менялась безумно, и Цаофу готовился к большой битве. В отличие от собрания героев Юй Теня, где племя Лю и племя Хи были равны, племя Дун Фан занимало наибольшее доминирование в собрании героев Цаофу, подавляя героев и объединяя большое количество племен. Только племя Джао едва сопротивлялось давлению, не желая соглашаться на жесткие условия союза племени Дун Фан. Известие о большой экспедиции племени Хи привлекло почти все внимание племени Дун Фан. Племя Джао получило пространство для передышки и показало признаки перемещения их племени в угол. Нынешний лидер племени Дун Фан был мастером пути мудрости пятого ранга Гагу, Дун Фан Юй Лян. Сделав выводы и прогнозы за ночь, без отдыха, он сразу же изменил жесткую позицию и изменил условия вступления в Альянс, чтобы стать чрезвычайно снисходительным и щедрым. Дун Фан Юй Лян лично отправился пригласить племя Джао присоединиться к Альянсу. Вождь племени Джао колебался. Племя Джао и племя Дун Фан враждовали между собой, и эта вражда углублялась с годами. Но искренность племени Дун Фан была ясно видна прямо сейчас, и условия, которые они предлагали, были также очень привлекательными. Может быть это была редкая возможность разрешить старую ненависть и обиды с племенем Дун Фан? Глава 502. Джао Лян Юн. В кабинете вождь племени Джао устало положил документ на стол. Солнечный свет проникал через окно и освещал его лицо. Из-за того, что он долгое время занимался делами племени, у этого 50-летнего мастера Гу 5 ранга уже были белые волосы и лицо, заполненное морщинами. В эти дни из-за крупномасштабной экспедиции племени Хэ и личного приглашения от Дун Фан Юй Лена, племя было разделено на две фракции. Эти две фракции спорили бесконечно. Одна сторона хотела быть на стороне племени Дун Фан и разрешить старые обиды, в то время как другая сторона хотела быть на стороне племени Хэ, поскольку племя Хэ было намного больше. Может ли переход на сторону племени Дун Фан действительно разрешить старые обиды? Когда он думал о глубокой ненависти, которая накопилась за поколение между их племенем и племенем Дун Фан, лидер племени Джао не мог говорить с уверенностью. И переходить на сторону племени Хэ тоже было неправильно. В конце концов, главная штаб-квартира племени Чжао находилась в этом регионе, Цаофу, в то время как племя Хэй представляла тиранов Юйтиня и уже проведла бед со своими союзниками. Как племя, которое присоединилось позже, племя Чжао неизбежно будет запугано, и сколько прибыли они могут получить, их даже можно рассматривать как пушечное мясо. Таким образом, вождь племени Чжао был глубоко раздосадован. Особенно в эти дни руководство племени всегда было занято спорами. Лидер племени Чжао должен был остерегаться хитрого плана Дунфан Юйлина, а также должен был подавить внутреннюю ситуацию и возглавить племя. Он уже очень устал. Вздох. Он глубоко вздохнул и откинулся на спинку стула, глядя на пыль, плавающую в солнечном свете. В этом ослепительном солнечном свете можно было ясно видеть крошечную пыль, и вождь племени Чжао чувствовал, что похож на одну из этих пыли, колеблись взад и вперед. Теперь она плавала в воздухе, но кто сказал, что она не упадет на землю, когда ветер подует? Битва между племенем Чжао и племенем Дунфан была именно жестоким ветром, который сметет все. Встречая такой ветер, какой путь должно выбрать его племя? Как раз в тот момент, когда вождь племени Чжао был в отчаянии, за окном раздался плач. Услышав этот знакомый звук, вождь племени Чжао слегка нахмурился и озабоченно спросил, в чем дело? Вождь племени Мисси поскользнулась на лестнице и ударилась головой, когда бежала сюда. Ах, вождь племени Чжао встал с болезненным выражением лица, как могла моя маленькая дорогуша упасть. Сколько крови она потеряла? Быстро, приведи ее сюда. У вождя племени Чжао было несколько сыновей, но все они были убиты Дунфан Юэлином, осталась только дочь. Его дочери было всего 5 или 6 лет, и она была очень озорной, но внешне очень похожа на его покойную жену, поэтому вождь племени Чжао очень любил ее. Вскоре дверь в кабинет распахнулась. Охранник провел маленькую девочку в комнату. Девушка выглядела так, словно была вырезана из нефрита, он выглядела очень мило в вышитой одежде. Но сейчас она всхлипывала, прикрывая лоб рукой. Моя маленькая, моя маленькая Юнюн, где ты пострадала? Вождь племени Чжао быстро подошел и обнял маленькую девочку, спрашивая ее с беспокойством. Отец, ты ослеп? Рана у меня на лбу. Девочка яростно кричала про себя, но на поверхности она плавно опиралась на грудь вождя племени Чжао и вела себя как избалованный ребенок. Отец у Юнюн болит голова. Ау, пусть отец посмотрит. Вождь племени Чжао мягко раздвинул волосы, которые покрывали лоб девочки, и увидел небольшую царапину на лбу. Царапина слегка покраснела, но все еще была далека от кровотечения. Но даже так сердце вождя племени Чжао болело очень сильно. Он утешил дочь теплыми словами, прежде чем отчитать старую смотрительницу, которая поспешила к нему. Няняу, что ты делаешь? Я говорил тебе присматривать за ней и защищать ее все время. Смотри, ее лоб поцарапан. Эта старая леди должна умереть. Пожалуйста, прости меня, вождь племени. Старая смотрительница в страхе опустилась на колени. Лицо ее покрылось холодным потом. Но сердце ее было полно обид. Этот ребенок был самым хитрым ребенком, которого она видела в своей жизни, и самым беспокойным маленьким демоном. Обычно, если она хоть немного теряла концентрацию, ребенок куда-то исчезал. Ребенок был чрезвычайно хитер, играя с этой взрослой женщиной, пока она не захотела умереть. Но перед вождем племени девочка показывала послушание и сожаление. Ее игра была настолько блестящей, что казалось, она была рождена такой. Старая смотрительница не могла найти ни малейших улик против этого маленького демона. Отец, не вини няню, это Юнюн виновата, что так беспечно бегает, маленькая девочка сказала мягким голосом. И мысленно добавила. Эта старуха слишком надоедлива, она ходит за мной весь день. Я должна была причинить себе вред, чтобы войти в этот кабинет. Это было легко для меня, ха. Вождь племени Джа вздохнул и с довольным видом погладил мягкие темные волосы девочки. Дочь, ты такая же добрая, как и твоя мать. Однако старая смотрительница про себя взревела. Вождь племени, ты обманут, твоя дочь, сущий демон. Но она могла кричать только мысленно, потому что знала, что мало кто, кроме нее, поверит в этот факт. Она, естественно, не осмеливалась сказать это. Если бы она это сказала, кто знает, как эта девушка дразнила бы и оскорбляла ее позже. Бесполезно, если бы Юнюн не попросила о снисхождении Хэм, уходи. Вождь племени Джа махнул рукой в сторону старой смотрительницы, чтобы она ушла, прежде чем посмотреть на свою дочь с нежностью. Дорогая, почему ты пришла сюда играть? Отец Юнюн беспокоилась о тебе. Я слышала, как другие говорили, что те старейшины спорили с отцом в эти дни, и что ты был расстроен и заперся в кабинете. Девочка озабоченно посмотрела на вождя племени Джа большими блестящими черными глазами. Но на самом деле она мысленно кричала, чепуха, если я не приду, моя жизнь будет в опасности. Папа, ты слишком нерешителен в ситуации, как сейчас, ты еще не убежал. Ради чего ты так бездельничаешь? Вождь племени Джа почувствовал боль в носу, его глаза покраснели, почти выпуская слезы. Хорошая девочка, ты наконец-то познала заботу о своем отце. Любовь отца к тебе все это время была не напрасной. Не волнуйся, отец здоров, и мое настроение намного улучшилось после того, как я увидел тебя. Папа, теперь это вопрос жизни и смерти, а ты все еще так оптимистичен, так невыносим. Ради моей будущей счастливой жизни я должна показать немного последствий, которые будут. Девочка мысленно взревела и сказала с выражением все равно, размахивая своими маленькими нежными руками. Отец Юнюн думает, что те люди, которые поссорились с тобой, идиоты. Наше племя Джаа похоже на овцу, племя Дунфан, волк, в то время как племя из Юйтянь, тигр. Волк не может победить тигра, поэтому он хочет найти овцу, чтобы помочь себе. Но если овца поможет, тигра или волк не отпустит ее, в конце концов. Слова маленькой девочки шокировали вождя племени Джаа. Человек на месте сбит с толку, в то время как зритель видит ясно, иногда вовлеченный человек должен быть просвещен такими словами от зрителей. Верно, примем ли мы сторону племени Дунфан или племени Хэй, это будет все равно, что принимать милости от тигра. Но может ли наше племя Джаа остаться в стороне? Нет, метели, случающиеся каждые 10 лет, уже решили, что на северных равнинах утопии нет. Борьба за императорский двор очень значительна, если смогут войти в благословенные земли императорского двора, они смогут получить удивительные выгоды. Но на чьей стороне племя Джааа? Девочка все это время наблюдала за выражением лица вождя племени и, почувствовав, что время пришло, добавила. Отец, я слышала, что племя Ма очень сильное и хорошо относится к своим людям. Овцы и лошади, вегетарианцы, но тигр и волк плотоядны, нам будет лучше объединиться с племенем Ма. Тело вождя племени Джаа содрогнулось. Хорошо, почему бы и нет? Племя Ма отличалось от племени Хэй и племени Дунфан. Последние два имели бессмертных предков Гу и поддержку благословенных земель. Они имели долгую историю и были суперплеменами с глубокими основами. Племя Ма также было частью семьи Хуан Цзинь, но у них не было поддержки бессмертного Гу, оно продвигалось к уровню суперплемени в настоящее время. Лидер племени Ма и его молодой лидер были выдающимися героями, они определенно приветствовали бы племя Джаа. За исключением того, что ехать в Тянь Цуань было бы долгим путешествием. Папа, почему ты все еще колеблешься? Решай быстрее. Маленькая девочка, которая наблюдала, как часто меняется выражение лица ее отца, почувствовала внутреннюю тревогу. Но вождь племени Джаа думал о большом расстоянии, которое они должны были пройти до Тянь Цуань, чтобы встать на сторону племени Ма. Это расстояние было наполнено опасностью, что заставило его колебаться. Девочка беспомощно добавила, отец, мы должны немедленно уйти. Это лучшее время, чтобы уйти. Тигр и волк противостоят друг другу, у них нет лишних сил, чтобы заботиться о нас. Сердце вождя племени Джаа дрогнуло. Верно, почему я все еще сомневаюсь? Если я буду колебаться дольше, даже лучший шанс сбежать будет потерян. Будь то племя Ха или племя Дунфан, они оба недобры. Если мое племя хочет получить какую-то прибыль в битве за императорский двор, ставить на них нехорошо. Хорошая девочка, ты совершенно права. Наше племя Джаа не может вмешиваться в такую огромную битву, не может броситься в этот водоворот. Хорошо, мы уходим. Вождь племени Джаа принял решение. Девочка, прислонившаяся к его груди, чуть не плакала от радости, вздыхая про себя. Старик, наконец-то ты открыл глаза. Ах, не напрасно я так старалась прийти сюда, чтобы убедить тебя. Но Юнюн, ты все это придумала? Кто-то сказал тебе так сказать. Кто это был, скажи отцу. Вождь племени Джаа, наконец, почувствовал неладное и посмотрел на дочь. Сердце девочки бешено заколотилось. Она быстро заморгала большими глазами и невинно сказала. Отец об этом подумал Юнюн. Отец так много работает каждый день. Юнюн не хочет, чтобы отец был так истощен. Поэтому Юнюн хотела помочь отцу. Затем она осторожно сказала с жалким выражением лица. Отец Юнюн была не права. Глаза вождя племени Джаа вспыхнули приятным удивлением. Он не думал, что этот ангелочек обманывает его. Сколько лет этому ребенку. И он видел, как она росла. Так как она была такой умной в таком молодом возрасте, ее талант к самосовершенствованию также мог быть экстраординарным. Видя, что его дочь боится, что ее отругают, в сердце вождя племени Джаа поднялось нежное чувство. Он погладил девочку по волосам. Юнюн, к счастью, у меня есть ты. Отец очень рад, что у него такая хорошая дочь. Должно быть так, раз я уже пришла сюда. В жизни можно выбирать друзей, но родители предопределены. Видя, как ты хорошо ко мне относишься, я, естественно, отплачу тебе тем же. Маленькая девочка сказала это про себя, но на поверхности она обняла вождя племени Джаа за шею и поцеловала этого удобного папу в щеку. Отец, дочь любит тебя больше всего. Ха-ха-ха, хорошая девочка, ты действительно папина любимица. Вождь племени Джаа громко рассмеялся. Глава 503. Дунфан Юэлян. Племя Джаа свернуло лагерь и ушло. Хэ-Лулан взглянул на информационный отчет, прежде чем небрежно бросить его на стол. Племя Джаа могло быть крупномасштабным племенем, но у него не было элитных войск и даже приличного мастера-эксперта Гу. Хотя лидер племени Джаа был на начальной стадии пятого ранга, он был оспорен и побежден Дунфанкунам с его культивацией пика четвертого ранга три года назад. Таким образом, он не имел высокого авторитета и не внес слишком большого вклада за долгие годы пребывания у власти. Если бы племя Джаа встало на сторону племени Дунфан, он, возможно, уделил бы им некоторое внимание. В конце концов, даже слабого мастера пятого ранга Гу нельзя было недооценивать. Однако племя Джаа бежало, что заставило Хэ-Лулана презирать их. Люди северных равнин восхищались храбрыми и смотрели свысока на такие трусливые действия, как бегство, даже не вступив в бой. «Поздравляю лидера Альянса, мы даже не атаковали по-настоящему, и все же нам удалось отпугнуть крупное племя другой стороны. Дунфан Юй Лян должен был взорваться от ярости, он лично пригласил племя Джаа, но они сразу убежали, ха-ха-ха. На мой взгляд, племя Джаа может быть крупномасштабным племенем, но они не представляют ничего выдающегося, они на самом деле такие трусы, хэм. Мастера Гу в главной палатке комментировали один за другим, не заботясь о позиции племени Джаа. Фан Юй Ань, сидевший рядом, пробежал глазами информационный отчет на столе. Джаа Лян Юн. Он помнил это имя. Таинственная женщина, которая станет одной из жен Махун Юна, а также бессмертной Гу Пути Мудрости. Сейчас, однако, она была всего лишь маленькой девочкой. Похоже, знаменитое убеждение тигра, волка и овцы уже используется». Фан Юй Ань усмехнулся про себя. В его прошлой жизни, после того, как Джаа Лян Юн стала бессмертной Гу Пути Мудрости Пути, кто-то написал биографию о ней. Эта культурная традиция восходит к легендам Жэнь Цзю. Эта первая классика Гу была отполирована многими мастерами Гу, которые потратили усилия и время. Для многих выдающихся мастеров Гу и бессмертных Гу люди писали и распространяли их биографию, чтобы помнить и хвалить их. В содержании биографии Джаа Лян Юн, Джаа Лян Юн проявила необычайный интеллект и мудрость, когда была молода. В огромной битве, где черный тиран Хэй Лулан боролся за владение императорским двором, племя Джаа было зажато между племенем Дунфан и племенем Хэй. Когда вождь племени Джаа колебался, Джаа Лян Юн использовала сравнение между тигром, волком и овцой, чтобы убедить своего отца и заставить его отправиться далеко в сторону племени Ма. В конце концов, это позволило племени Джаа не только быть защищенным, но и получить чрезвычайно высокую значимость и радушный прием. Его 500 лет воспоминания прошлой жизни были в беспорядке, но эта информация была все еще свежа в памяти Фан Юяня. Просто потому, что в битве пяти регионов Махун Юн, Шэн Лин и Джаа Лян Юн не только станут бессмертными Гу, но и станут символами и краеугольными камнями северных равнин в сопротивлении вторжению небесного двора. В пяти регионах биографии таких людей будут широко распространены и проверены. Хэм, такие люди, как Махун Юн и Джаа Лян Юн, я пошлю их на смерть, прежде чем они вырастут рано или поздно. Но в данный момент нет никакой спешки. Фан Юян сдержал намерение убийства в своем сердце, показывая спокойное выражение на поверхности. Были ли это Махун Юн или Джаа Лян Юн, эти люди, которые шли на приливах битвы пяти регионов, прямо сейчас все еще были далеки от того, чтобы стать бессмертными Гу. У Фан Юяня было достаточно времени, чтобы разобраться с ними. Но Махун Юна Фан Юян должен был держать рядом, чтобы иметь дело с 88-м истинным зданием Ян. Что касается Джаа Лян Юн, хотя он хотел убить ее, ему мешали его личности ситуация. В конце концов, Фан Юян в настоящее время играет роль Чен Шаниня. Великий Чен Шанинь, как он мог придавать такое значение девушке, которой было всего несколько лет, желая убить ее. Более того, сейчас важно разобраться с племенем Дун Фан. Фан Юян собрался с мыслями и снова сосредоточился на обсуждении. После высмеивания племени Джаа в течение некоторого времени все обратили внимание на своего противника. Племя Дун Фан было таким же, как племя Хэй, суперплеменем с глубокими основаниями и было преимущественно огромной силой в регионе Цаофу. Дун Фан Юй Лян был лидером этого поколения для племени Дун Фан, молодой и многообещающий. Полагаясь на свое совершенствование пути мудрости, он не только справлялся со всеми делами племени чисто, племя даже показывало тенденцию становиться более процветающим. Хотя боевая сила племени Хэй была выше, их противником был мастер пути мудрости Гу, который был экспертом в планировании и выводах, такую силу нельзя было абсолютно недооценивать. Если мы говорим о самой большой угрозе в этой битве, это определенно Дун Фан Юй Лян. Да, этот парень молод, но у него большой опыт и знания в четырех искусствах, а также в астрономии и геологии. Он потерял своих родителей в 11 лет, и ему пришлось не только поддерживать свое существование, но и заботиться о своей тогдашней шестилетней младшей сестре Дун Фан Цин Ю. Его родители оставили ему огромное наследство, но этот малыш прекрасно знал о природе мужчины о том, что он не может защитить наследство, поэтому отдал эти семейные активы авторитетному старейшине, оставив себе лишь небольшую часть. Во время учебы в академии он выступал очень хорошо. После окончания школы он стал доверенным помощником старейшины. Впоследствии он сделал много вкладов, которые принесли ему признательность и рекомендацию от старшего, неожиданно получив указания от своего бессмертного предка Гу и, наконец, получил свой нынешний статус и власть. Все знали о Дун Фан Юй Ляни в деталях, каждый из них сказал несколько слов.